Всем привет! С вами подкаст UwebDesign. Сегодня 11 октября 2016 года, выпуск номер 98. Всем привет! Время 15 минут 11 по Челябинску. И у нас, как обычно, для вас несколько громких тем. Пытаемся подружить верстальщика и дизайнера. Как учить JavaScript в 2016? Профессиональный рост зависит только от вас! Погнали! Я, на самом деле, раза два хотел заражать. Во-первых, потому что мы для аудиослушателей опять забудем вырезать все вступления, все факапы. А во-вторых, потому что подружить верстальщика и дизайнера это как-то отдает Сан-Франциско, то есть городом в стиле диско. Да, я согласен. Потому что у нас есть, не знаю, нам надо сказать про других пацанов из Сан-Франциско, которые все еще почему-то нам не комментируют на сайте uwebdesign.ru. У меня, кстати, сейчас именно вот я развернул наш сайтецкий. Да. Там тема к подкасту 99 и позорная вот эта ссылка, нет комментариев. Все еще никто нам за час, который доступно это видео, ничего не откомментировал. Да, я вам напомню еще раз, что у нас на uwebdesign.ru в сайт-баре есть тема к ближайшему подкасту, уже к 99, так как это 98. Предлагайте туда свои темы, самые интересные, самые вкусные, чтобы мы про них поговорили в 99 подкасте. Да, к 98, кстати, за две недели накопилось аж 110 там с лишним комментариев. Я прям горжусь вами. Я понимаю, что... 121 комментарий. Я понимаю, что там уже дискуссии у нас развиваются. Уже настолько гениальная у нас система комментариев, что люди прям пользуются. Они отвечают друг другу. Им приходят, наконец-то, письма не в спам с уведомлениями, потому что вам ответили на сайте uwebdesign. Уже вот тут все прям идеально. Ну и надо опять же сказать, что понятно, что все мы не зачитаем, все 110 комментариев, это нереально. Поэтому я вас призываю вот реально взять, если вы интересуетесь чем-то таким свеженьким, потому что темы-то все-таки предлагают животрепещущие. Конечно. И вот это, как вот на Лиспе программировать, это уже не предлагают. Это к прошлому выпуску были, в этот раз не было. А в этот раз сразу на ноде и везде. Поэтому заходите туда, и, возможно, чуваки оставили какие-то интересные темы, которые вам понравятся, но мы их по каким-то причинам не включим, но нам как бы тоже все посмотреть нереально. А для вас это будет интересно почитать, там реально крутые темы. Причем там чуваки предлагают, в основном на русском пытаются предлагать. Поэтому там даже все понятно, все прекрасно и круто. Мне вот здесь, я как бы забылся, что мы записываем на самом деле, и мне пришло письмо на увдгеймс, знаешь. И там Сергей Макаров меня спрашивает, а почему не берешь свое любимое умение? И он немножечко по телкам. А как бы, я не помню уже, я просто полгода не играл, и не помню, какое мое любимое умение. Вот, Сергей, если ты нас здесь слушаешь, напиши, какое именно любимое умение. Я, конечно, потом допишу и спрошу. Но вот это, а ты догадайся, какое у меня любимое умение. И только вот тогда я с тобой начну разговаривать, да? Там, по-моему, что-то еще у нас организационный момент. Или все? Я там прям капсом... Ответить чуваку про отбивки. У нас есть такое. А, ну это мы ему на почту ответим. Ответим. Это не то, что мы... Да, нам просто спасибо за отклик. Мы неделю назад просили гуру монтажа с нами связаться и нам как-то состряпать. Я не попроюсь этого слова. Состряпать. Именно опенинг, клозинг и отбивку для ЮЭП дизайна. Именно для подкаста. Я понял. Нам надо было вместе с тобой посидеть, подумать. Но так как уже 10 вечера, и мы готовились к темам, поэтому мы, видимо, в другой день посидим подумаем. Да, посидеть-то мы всегда еще успеем. И подумать, правда, не всегда. Но ладно. Ну давай, от организационных моментов, которые у нас называются что-то там с быком связанное, я даже не знаю, давай перейдем к дизайну. Ага. Сегодня ты, между прочим, открываешь. Я сегодня открываю. И что самое главное, у нас всего сегодня две, но очень меткие темы такие в дизайне. Так. Так, первая тема, которая является и заглавной темой. Точнее, не заглавной, а, так скажем, громкой темой. А может быть и заглавной? Мы еще не решили. Но это, конечно, забегая вперед, это вряд ли будет заглавной. Но громкая. Но громкая. Безусловно. Дизайн как верстальщик она называется на хабри-хабри. А у нас она называется, что нужно делать дизайнеру в наших меточках, пометочках. Короче говоря, я на самом деле... У нас сейчас другое расположение микрофонов. И поэтому я себя ощущаю, как будто мы сидим в думе где-то. В государственной? Да, с прямыми спинами абсолютно. Я просто не могу даже как-то расслабиться сейчас. Не дыхнуть, не пернуть, ты имеешь в виду? Вот. Короче, тема такая. Нам просто стойки пришли, журавли, наконец-то. И мы на два микрофона пишем. Организационные моменты не отпускают никак. Не отпускают. И мы, наконец-то, да, заново пишем на два микрофона с уменьшенной чувствительностью. Ну вот. Наконец-то эхов никаких не должно быть. Никих кулеров. Вот это всего. Мы просто с вами уютно в студии сидим. И как бы своим звуком идеальным обнимаем вас. Укутываем, окутываем. Да, так что спонсор моей прямой спины это чуваки, которые нам донатили на стойки. Но не на стойки, а просто мы просили донатить, в принципе, поддерживать проект. Те, кто поддержал, вот это спонсор моей прямой спины. И моей собранности. Так вот, короче, как дизайнера подружить с верстальщиком? И вообще, зачем его подружить? На хабри-хабри статья. Говорят, что вот дизайнер, чувак, то есть, который именно рисует интерфейс, рисует весь дизайн, как он выглядит. Он, на самом деле, же гений какой-нибудь, да? То есть, ты взял там какого-нибудь действительно Леонардо да Винчи или какого-нибудь Артемия Лебедева себе. Он рисует дизайн тебе, очень крутой. Ты этот дизайн передаешь верстальщику верстать, к примеру. Так, и вот тут-то все и начинается. И вот тут-то верстальщик один не может наверстать, второй не может наверстать, упущенное, как говорится. Второй, третий, четвертый, пятый. И ты не спеши шестого брать, потому что, возможно, и у него ничего не получится. А у него не получится ничего только потому, что тот дизайнер, который наверстал, тот да Винчи, точнее, нарисовал дизайнер, который нарисовал, Он нарисовал такую хрень Что ее еще и сложно сверстать Ну, да, мы все, наверное, с таким сталкивались Что верстают не жизнеспособное дерьмо Которое для веба вообще не годится Да И здесь чувак очень много разглагольствует Про то, что рисовали такую хрень Что просто офигеть Часто Часто просто бред рисовали Хотя и красивый И как бы по идее верстальщик, он должен выполнять свои функции Но чувак, тебе нарисовали красивый дизайн Его все одобрили Давай с верстайном, но как бы Такое, такое, потому что вот есть некоторые нюансы И мы сейчас по ним пройдемся Первый нюанс, унифицируйте элементы Это то есть, как бы сразу советы дизайнеру Чтобы он, какой бы он профессионал ни был То есть, какой бы он, блин, как классно бы он ее не рисовал В фотошопе или в иллюстраторе Иллюстраторе Он должен все равно вот это Как-то расти над собой То есть, расти в плане командном В плане того, чтобы передать этот проект кому-то потом То есть, верстальщику или там, я не знаю Какому-нибудь просто программеру сразу Да, пусть эти элементы будут похожи друг на друга Как-то можно было логически хотя бы в наборы собрать и определить Не то, что он каждую сидел час рисовал Ну не час там, где-то день Во-первых, это просто глупо и не Так скажем, не Неэффективно Во, слово забыл И кроме того, что это неэффективно Это еще и тяжело Конечному пользователю Если все иконки однотипные То ты уже, как бы, у тебя мозг легко их раскодирует И только видит, где разница Там галочка, крестик и так далее Но они одинаково округлые И он понимает, что да, он имеет дело Как-то с одним интерфейсом Поэтому вот унификация, она прям вот Ну здесь даже есть еще и пункт Да, здесь есть несколько пунктов Что типа, во-первых Надо всегда учитывать Что верстать сложнее, дольше и дороже То есть реально Когда ты наворотил разных кружков Там у тебя разные иконки разного размера Тебе как бы их нарисовать Ну, что-то стоит Какие-то человека часы, так скажем Но чуваку, который это будет верстать Ему в сто раз сложнее Реально это все подогнать Возрастает вероятность Что верстачик будет использовать На всем сайте только один Из визуально почти одинаковых элементов То есть он будет подгонять Ну вот давай я вот Не вот этот возьму Ни большой, ни маленький А средний Ну вот да, представьте Что у вас есть набор иконок А, допустим, две из них 22 пикселя в высоту Еще две 24 пикселя в высоту А еще три Просто там 27 Да Просто вашего так захотели Потому что красиво А вас проклинают Вы-то спите ночью А у вас уши горят Конечно Потому что чувак ночью работает Да, да Тут как бы я глубоко зашел Да Идем дальше Изучите основы верстки То есть казалось бы Зачем дизайнеру основы верстки Но Если ты просто выучишь Всякие вещи Самые минимальные Тут чувак предлагает Там пару неделек Посидеть За HTML и CSS Самым базовым таким Ты будешь понимать Что Есть типы заголовков Определенные Да Шесть типов заголовков Параграф обычно Имеет отступ снизу Например Я понимаю Я понимаю Что на самом деле Дизайнер какой-нибудь Супер профессионал Это и так понимает И знает Потому что он скорее всего Учил уже Да Он хотя бы по каким-нибудь По графическим вещам Учился А там-то примерно Подобные же Стандарты И стайл гайд Да Но если вы просто Такой знаешь художник Который практически С акварелью и гуашью ходит То скорее всего Вот это бы подтянуть Если ты будешь работать Вместе с верстальщиком Далее Третий пункт Научитесь работать По гридам И это такое На самом деле Мне кажется Не все умеют Не все знают Что гриды То есть сеточка такая Которая собственно Помогает верстальщику Верстать Как бы это ни звучало Тупо Дизайнеру Круто бы прислушаться К ней Так скажем Привидеться Приработаться к ней И тут даже Очень круто написано Что стоит один раз Распределить элементы Макета Внутри этих колонок В сетке Да В гриде И обратного пути Уже не будет зачеркнуто Вы поймете Насколько это удобно Но это и вам удобно будет Это же и твои Мозговые ресурсы Так скажем Экономят Потому что тебе не надо Уже думать А вот тут я Насколько я подвину Ты понимаешь Что ты либо на одну колоночку Либо на две подвинул Либо на три То есть Вариантов ноль Ну кстати да И Одно из одного Да и возможно Даже при таких колонках У тебя Вернувшись к первому пункту Унификация подрастет Ты будешь вообще Все четко делать Да Опять же Ширины могут быть Либо там Четыре единицы Три единицы Три колонки И так далее Здесь вот написано Что изучить основу верстки Это одна из самых Спорных рекомендаций А я бы ее первичной Наоборот посчитал Ну вы хотя бы Чуть-чуть окунитесь В шкуру Согласен Неубитого медведя То есть своего верстальщика И в принципе Не то что вы за него Его работу потом будете делать Хотя может быть Даже если вы прочитаете Вот эту книгу HTML for babies То вы уже будете лучше Чем ваш верстальщик Поэтому надо такое Тоже проверять иногда Ну да Четвертый по-моему Пункт Который очень важный Вот в наше время В 2016 В том самом Помните про адаптивность То есть Вот вы Дизайнер Вы нарисовали дизайн Отдаете верстальщику И у него скорее всего Есть задача Одна из задач Сделать мобильную версию Или знаешь У него такой задачи нет Но если он не сверстает Под мобильную С него Ее спросят И спросят Скорее всего Потому что Чувак Ну ты верстальщик Ты должен был сделать Мобильную версию Мы просто Мы не взлетим Без мобила Ну допустим Ну я не знаю Да Тут как бы Можно такой бардаковый Вариант рассматривать Не бардаковый Но обычно все Как вся любая свадьба Заканчивается сердючкой Так любая разработка сайта Заканчивается Мобильной версией Да И вот что происходит После того Как ты Собственно Верстальщик Получил макет Есть несколько вариантов действий Он запросил Недостающие компоновки Страниц Под остальные разрешения То есть Ты дал ему просто Вот макет Такой знаешь Под десктоп Какой-нибудь там Full HD Но это в лучшем случае В лучшем случае Он тебе говорит Чувак Дай-ка мне Под мобилу Все Второй вариант Он сделает только то Что ему прислали То есть Неадаптивную верстку То есть Он просто сделает то Что вы ему Вот одну страничку кинули Он возможно Еще даже на вас Все сопрет Скажет А мне дизайнер Ничего не прислал Он еще знаешь Будет специально Никому ничего не говорить Сидеть без задач Да А у нас завтра Дедлайн уже не успеем Все чуваки Давайте Да А что ты мне не прислал Ничего Все Я думал Ты нарисуешь Все Никто ничего не нарисовал И третий вариант Попытается самостоятельно Адаптировать Имеющий дизайн То есть Чувак Который не дизайнер То есть Тебя вроде посадили Делать дизайн Тебя Ты дал верстальщику А верстальщик там Что-то свое наворотил Не будучи дизайнером Он твою работу Во-первых Сделал Какого-то хрена Он ее сделал плохо Скорее всего Какого-то хрена То есть Все минусы И тебе минусы В карму И ему как бы И вообще всем Угу Поэтому Нужно не забывать Про адаптивность Не обязательно Опять же Знать ее Как html CSS Да Но надо просто Помнить про нее Что она есть И нарисовать ее Я вам думаю Будет не сложно Я позволю себе Процитировать Один из абзациков Из этого пункта Так вот Дизайнер Очень прошу Делайте несколько вариантов Макетов Под разные разрешения Этим Вы сэкономите время На разработку И повысите шансы Положить проект В портфолио Потому что за его реализацию Не будет стыдно Ну и в очередной раз Докажите собственный Профессионализм Не Будьте в курсе трендов Но это очень такая Очень легенькая На самом деле Очень легенький пункт Просто Зачем Казалось бы Дизайнеру Который и так всегда В тренде Потому что он пьет смузи И потому что У него выбрета Везде где надо В коворкинге работает И вейпинг Да У него вейпинг Как шейпинг Только вейпинг Вот Казалось бы Нахрена ему быть в теме Он и так в тренде Пацаны Но Но Надо знать тренды Не себя Не свои Да Вот эти крутые тренды Которые вейпинг А те тренды Которым следуют Господа верстальщики Потому что У них есть свои там Какие нибудь Фреймворки Например У них Чуваки дизайнеры Рисовали там Свой дизайн Для фреймворков И зная того Что допустим Есть какой-то фреймворк Там материал Какой-нибудь фреймворк Ты уже понимаешь Что есть такие-то кнопки Ты во-первых Сам можешь их Долго не Ну Не париться А просто оттуда взять И верстальщику Будет легче То есть Если они подходят Под твой дизайн Под твой вижен Так скажем И ты такой Блин-блин Можно же из бустра Просто здесь кнопок Хренануть Их немножко там Как-нибудь подделать Вот И будет круто И верстальщику Это легче будет Мет из бустра То есть вообще easy Да Вот Поэтому Вот в тренде Вот в этом тренде Надо точно быть Знать фреймворк Здесь кстати Перечислены Некоторые там Типа Фаундейшн Бутстрап Материалайз И так далее И так далее Так вот Следующий пункт Учитывайте скорость Загрузки сайта Тут достаточно крепно Понятно Что Все картиночки Которые вы нарисовали Они должны быть Потом Даунскейлены Так скажем Да Лучше еще Оптимизирован Оптимайз фа веб Оптимайз фа веб Прогрессивная Чтобы развертка У них была Разверстка Продразверстка Да Поэтому Тоже не устраивайте Хрень для верстальщика Чтобы он это и сам Не конвертировал Ничего не пережимал Чтобы он вообще Ну Поменьше парился Так скажем То есть Его работа Конкретно сверстать Да Короче говоря Если сайт Грузится долго Дизайнер В этом есть и твоя ответственность Да Да Изучите наконец Векторную графику Да Это очень важный пункт Потому что Тут вот даже написан Конкретно случай Что многие чуваки Знают что такое SVG Конечно дизайнеры Ну знают Вот он говорит Есть вот такая ситуация Тип псевдо SVG Когда дизайнер Дает верстальщику SVG файл Но тот не может Его нигде использовать Весьма распространенное Явление Причина простая Дизайнер Работая в фотошопе Просто экспортирует Иконку как SVG Хотя она является Растровой И как бы Внутри вот таких Бесполезных SVG Обычно Лежит текст С Image Xlink Вот это вот Хей Ну короче говоря Там по факту Растровое изображение Их же можно на самом деле В SVG Тоже так скажем Зашивать Ну да И вот просто Это SVG Но в ней Внутри Растровое изображение В B64 Закодировано Но это Это троллинг Такой небольшой Да Ну вот Это как Я не знаю Модель велосипеда В коробке От iMac Аретина Как бы Это немного не он И ждешь Ты не его Когда-то Ну вот Да Прикладывайте шрифты Следующий пункт Ну да Это очень важно То есть Ты по-любому Дизайнер Ты Стопудово Имеешь какой-то набор Такой Такой Бест практик Если столько Бест шрифты Они еще какие-нибудь Бесплатные Или купленные Или какой-нибудь Ты используешь Типа Тайпкит Бест шрифтис Да Бест шрифтис И тут вот Ты используешь Тайпкит Значит Нахрен начал В дизайне А верстальщику Вообще Ничего не передал Ты чувак Вот на Я тебе Короче Красиво Сделал А ты дальше Че хочешь делать И это Такое Вообще Вот это Мне кажется Очень дурной Тон Когда-то Не приложил Шрифты Не сказал Хотя бы Какие они Если они там Бесплатные И по дефолту Там в гугле Подключаются Знаешь Че еще дурной Тон Быстро Есть у нас С тобой знакомый Александр Сергеевич И он Очень часто Шрифты Не то что Не прикладывает А он их Переводит В аутлайны То есть Он просто Буквы Делает Так скажем Линиями Чтобы ты не мог Уже Они так меньше Весят Потому что Там весь шрифт В этом SVG файле Не несется Но по факту Ты не можешь Его потом Никак кастомизировать И так далее Вот так Кстати напишите В комментариях Может быть Вы считаете Что все-таки Это имеет смысл Надо просто еще Сурс как-нибудь Прикладывать И так далее Но я вот это Не люблю Окей Ну и вот Эпилог Да Множество Всяких Моментов Оставлены Без внимания Иерархии Наложение Слоев Исходниках Типографика Там Набор иконок И многое Другое Это понятно Но вот Тем не менее Чувак говорит Спасибо Что прочитали Вот такая Полезная статья Как я считаю Высказывать будем Своё мнение Я считаю Что вообще Все эти проблемы Все эти советы Можно свести К одному Нужен хороший Лид Который просто Распределяет И в самом начале И просто Хорошая команда В команде Уже и так все знают Что мы пользуемся Typekit И если кто-то Использует Проксима нову А в Typekit Есть функция Синхронизации И для десктопа И для веба И люди знают Что там Там некоторые шрифты Есть только для веба Есть там только для десктопа По мне Только для десктопа нет Есть только те Которые только для веба А есть те Которые и веб и в десктоп И они сразу Хоп В фотошопе В иллюстраторе Везде появляются И как бы Если говорят Используем Проксима нову То стандарт Дефакто для всех Ну Между тем и тем Между тем и тем Между чуваком Которые короче Это между заказчиком И тем Кто задает проект Да Да Согласен И между Контент менеджером И рекламщиком Ну масса Масса комбинаций Таких вот Этих вот Звеньев Как в хоккейных Командах Вот Ваша команда В ней на самом деле Есть звенья И вы эти звенья Должны Развести И сказать Кто на кого играет Так скажем Спортивные метафоры Внезапно пришли Ну слушай Так ты и не скажешь Что мы дрищи За микрофонами Сидим Как будто мы уже такие Сейчас в щитках Пойдем к раге Снимать Бить друг друга Ну давай окей Мы к следующему Тайму Переходим О Тайму Период Мы же все таки Про хоккей Да Давай Так вот Продолжаем блок дизайна И Кристиан Миллер Нам пишет о том На медиуме Что ваш текст В бодике Должен как то Это Быть побольше Он слишком маленький Он пишет Отлично И на самом Да Я об этом то и не подумал Когда читал В общем Я не буду Даже как то Всю статью Учитывать Зачитывать Потому что здесь Хотя может Ну давайте попробуем Здесь сразу есть Небольшой эпигриф 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 Почему же Гает вообще то Мы должны Вот ограничивать Такой прекрасный Бодик И бодиковый текст Вот этими вот Архаичными ограничениями Что меньше 20 пикселей Должно быть Хотя Это как бы сказать Это Олдскул И на самом деле Здесь нам говорится о том Что В принципе Сейчас считается Что большинство сайтов Между 15 и 18 пикселями Вот базовый Именно у бодика Шрифт И в принципе На некоторых сайтах Уже появляется Около 20 и больше И до сих пор До сих пор Я вот даже по себе скажу Это кажется Как то крупновато Вот на медиуме Я до сих пор Вот захожу на медиуме И считаю что шрифт крупный Я согласен Это немножко по Гарри Поттеру По книжечкам Да Да Как бы я могу понять Почему это Потому что здесь в одну колонку Все И здесь только текст Так То есть это здесь Настолько центральная фигура Так скажем Что вот прям да А представь на каком-нибудь Уашингтон пост Такой шрифт большой И у тебя все объявления Будут такого же шрифта Ну будет ощущение Что ты просто На какой-то китайский рынок попал В смысле рынок в Китае Где везде вывески Все разными цветами Все мигает Мелькает Ну просто досвидос Кстати вспоминая по моему Вашингтон пост Или какую-то такую хрень Тоже типа газету интернетную Которая раньше была газета Бумажная Или все еще есть Но не важно Они всегда Да Они мельчат Именно по шрифту Они никогда такую здоровую хрень не делают Ну вот Он пишет Вообще на самом деле Я не говорю что маленький шрифт Это плохо 18 пикселей Это в принципе нормально Так И с ним сложно не согласиться 18 такое Нормальное Внушительное число Но давайте немного историй Почему вообще 12 ПТ Пойнтов было всегда Пойнт юнит Вот единица измерения Пойнт Это Из 1600 Еще годов И это высота Одного Вот этого металлической штучки Которая пропечатывает букв Я думал Какого-нибудь высота Одного меча Древка стрелы Ну да Тоже может быть И на самом деле Когда только пошли экраны Так компании Такие как Apple и Microsoft Они на самом деле По-разному интерпретировали 12 ПТ Ну-ка Apple не хотели ничего считать Они просто 12 ПТ 12 пикселей О Но на самом деле Здесь конечно нужно Уточнить Что на Плотности 72 PPI Points Per inches И Мы специально Коверкаем английские слова И произносим их В русской форме Не пишите нам в комментариях Что мы нихрена не знаем Потому что Мы маскируем Что мы нихрена не знаем Мы некоторые знаем Некоторые не знаем Поэтому не пишите Все равно Да Все равно Вообще ничего не пишите Только то что мы классные Так вот А Microsoft 12 ПТ Определи как 16 пикселей Потому что вот 96 PPI Так И именно поэтому В ИЕ 16 пикселей Это был стандартный шрифт И с тех пор На самом деле По-моему Почти во всех браузерах 16 пикселей Стандартный шрифт То есть Microsoft Здесь были законодателями Мод И да Кроме того Что вообще Всегда Боди текст Был 9-14 пикселей В 90-е Потому что Были Маленькие экраны Маленькие разрешения Если ты сделаешь Больше То как бы Ну уже не вместится Ни хрена И даже Был момент Когда 16 пикселей Тоже казалось Всем большим Да И говорит Я вам Немножечко В 2007 Который надо вернуть Вернемся в него И все равно 16 все еще Казалось большим Здесь есть просто Гиперссылка Небольшая На Элисты Парт И чтобы вы понимали Там Черт Долго открывается Я просто хочу Чтоб оно Открылось Я подтвердил По-моему там Как раз статья 2007 года Да Так точно 20 ноября 2007 года Ричард Баттер И там говорится о том Что 16 пикселей Братаны Это как-то много Там про Safari 2 Firefox 2 Вот про такие браузеры Речь идет Так вот То есть в принципе Реально До последнего 16 пикселей Даже казалось Максимальным Сейчас это минимум Почему Не более Потому что Mobile First Многие делают А на мобиле 15-18 пикселей Это реально нормально Там Большая четкость экрана Все такое Ретиновское Сейчас в большинстве случаев И там Ну надо бы помельчить Все таки Это телефон Но Люди забывают Что у нас сейчас Адаптивный век И на телеках 15-18 пикселей Это досвидос Вообще Сраный Особенно потому Что телек У него гигантская Диагональ А разрешение Full HD Поэтому там Вот такое маленькое Все будет И еще и пиксельное То есть Нечеткое Поэтому Проблема у нас Нарисовалась Как у Хьюстон До сих пор Многие Чисто Как сказать Психологически Думают Что Большой шрифт Это неуклюже Как-то И поэтому Не делают Большое Кроме этого Для Ну собственно Здесь Да Здесь еще Очень много То есть все таки Размер имеет значение Причем Причем Да Непонятно В какую сторону Вот например Кристиан По-моему Да Да Миллер Он считает Что все таки Надо вот побольше А я вот здесь С ним склонен Как-то Не согласиться Даже не знаю Почему Zoom И зенопшен Он пишет В принципе Даже если У вас Маленький Шрифт Везде Есть же В браузерах Zoom Я вот Нашим зрителям Продемонстрирую А слушатели Просто представьте Что я медленно наживаю Command Плюс И сейчас Command 0 Нажал Чтобы вернуть Назад Можно Зумить В браузерах И Как бы это сказать Многие не знают Об этой фиче Вот например В муниципальных Учреждениях Бабки 60-летние Не подозревают Не то что О такой фиче Они не подозревают Что нужно Заглавные буквы Писать Поэтому Всякие бывают Ситуации На Zoom Надейся А сам не плашай Лиджибилити Часто конфьюзит Средибилити Лиджибилити Это Черт Я Блин Усваиваемость Я перед этим Смотрел В транслейтере Но Почему-то Сейчас уже забыл Разборчивость Во Понял да Так вот Не надо путать Разборчивость И читабельность Если вы можете Разобрать буквы Это еще не значит Что они будут читабельны Поэтому Грубо говоря Разборчивость На 16 пикселях Уже нормальная Но все равно Нечитабельна Ну типа По мнению Кристиан Часто Маленький шрифт Используют Если не хотят Чтобы скроллили люди А Вообще-то Скроллить Вот это Вот бабки Даже понимаю Что в принципе В интернетах Можно скроллить Колесико Мышки Я кстати Представь себе Ты помнишь Когда колесиков Не было на мышке Да помню Да я застал Я тоже застал Даже трехкнопочные Мыши застрял Я мне кажется Двухкнопочные Я имею ввиду Я имею ввиду Только две кнопки И все Ну понятно По моему Три кнопки И все Было еще раньше Чем две Может быть Я не помню Зачем третья Напишите в комментариях Третья забиндить Там чтобы на перезарядку Или двойной выстрел Чтобы хэдшот Раздать И не подозреваете Про зум Так вот И в принципе Очень часто Проблема со шрифтом Возникает за то Что вот в фреймворке Так вот Вот в бутстрэпе Дефолтный А в нормалайзе Точнее извините Хотя да В бутстрэпе тоже Дефолтный шрифт 14 пикселей Только в четвертой версии Появились 16 И Многие Не понимают Что это просто Для того что Мобайл фест На телефонах А дальше Это медиакуирис Должен накрутить Сам сверху 20-21 Там и так далее А люди об этом Забывают и не делают Так вот причины Почему нужен Более большой текст В бодике Первое С дальней дистанции Лучше работает Ну конечно Такая себе причина Но тем не менее Если вот вы Отошли налить Там в кружку чаю Вы хотите все еще Там дальше читать Свою статью То как бы Вот большой боди текст Как на медиуме В принципе Вам позволит Подобное сделать Особенно вот тут Почему-то на телеке Они уповают Тот что На телеках Сильно сайты Открывают Пишите в комментариях Если вы наш сайт На телеке смотрите Так вот Кроме этого Про виртуальную реальность Здесь пишут Опа Чуть-чуть Трендиков Затронули Что вот на виртуальную реальность Тоже надо побольше Я так чувствую Вот хочешь написать Какую-нибудь Такую вот статью Которую потом В ювеб-дизайне Будут изучать По всем трендам Пройдись И уже целая статья Получится Как бы похрен Что она не согласована Глупо и бессмысленно Главное Чтобы вот все Составляющие были Второе Увеличивает читабельность Ну да На самом деле Так вот На самом деле Только 28% Обычно Юзеры читают Они не читают Весь блок текста Они его сканируют По диагонали И вот когда большой шрифт Им проще сканировать По диагонали Потому что По-моему Надуманная Какая-то причина Но Да Возможно Люди Которые владеют Техникой скорочтения И гроулинга Естественно Они мне сейчас Скажут Блин Чувак В натуре Вот по диагонали Мы читаем И вот чем больше Шрифтем Нам удобнее По диагонали Читать Но как бы И не для вас Все делается А все для бабок Которые не умеют Скролить Точнее умеют Да По диагонали Они точно читать Не могут Поэтому Кстати про All Reuser Здесь Кроме шуток Они же не видят Ни хрена Им бы побольше Тоже Ну да Ну в общем Вот Третье Увеличивается Юзабилити Потому что Вот большие Блоки текста Они вот Удобнее Почему-то Композицию Выстраивать Для них Потому что Если уже большой блок текста То уже ничего не влезет Кроме текста Вы заметите В принципе Растет Не поспоришь Четвертое Увеличивает Визуальное Вовлечение Влияние Вот такое В принципе Если что-то крупно написано Ты думаешь Это важно Вот в этом смысле Поэтому Если На медиуме Текст крупный Ты понимаешь Что тут текст важен Ну да Content matters Если угодно Там что-то дальше Какая-то куча скриншотов Какой-то жести Здесь он рассказывает Что в принципе Уже почти все сайты Переходят на более Большой шрифт И начиная с Вашингтон-посту На котором сейчас 20 пикселей Заканчивая Эдишн из Дага 34 пикселей И Ван Шнайдером На котором уже 58 пикселей Я вот хочу Просто сейчас посидеть Ван Шнайдером И тоже хочу Ван Шнайдером Посмотреть Насколько это Вообще Жизнеспособный ресурс И что на нем Вообще Показывают Как долго грузится Там для бабок Возможно Тут бы с бородами Какие-то чуваки Да, этот Эван Шнайдер Это фамилия Немецкого дизайнера Да ладно Ё-май И у него в натуре Гигантский шрифт Уже Там Не, ну такое нереально читать Вот на полном серьезе Сидеть и читать Такое только на айпаде Да Вот там наверное Это будет как-то Ну Как будто ты журнал взял А сейчас это Какой-то просто Досвидос Мне хочется это Проскролить И понять Где уже контент Начинается Да Это такое чувство Что знаешь Это не контент А именно Такие вот модные Дискрипшены Заголовки Да И вот лично я Как баннерную рекламу Хочу про это Высадить Ладно Это все понятно А где уже вот само А где про бороды Да Ну вот как-то Поэтому Ван Шнайдер Братан Ты по-моему не прав Как по-немецки Будь не прав Нихть 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 Фюрштейн Оптимайзинг Биггер боди текст Короче говоря Когда мы уже сделали Шрифт большой Нас Кристиан Миллер Уговорил Так Как же это сделать Первое Нужно вот с него Прямо начинать Вот вы когда макет Новый верстаете Вот только с бодика Ну и дизайните Соответственно Начните с бодика А вокруг него Уже все наворачиваете Не надо начинать С хедер картинки А потом Блин Вот тут боди текст Надо поменьше Вот начните с него Потому что он имеет значение Скорее всего В конце концов Это самый Читабельный элемент На странице Ну давайте так Головой пораскинем Если мы заходим На статью То мы статью читаем Если мы заходим На какой-то прайс То мы сам его и читаем Поэтому Как бы Не поспоришь Второе Выбирайте шрифт Который хорошо скейлиться Потому что я вот Возвращаюсь к нам На ювеб дизайн И я вот нас бы Даже и пожурил Вот у нас больше Шрифт делать нельзя Потому что все такое Прям говеное становится И это я на маке Представь что люди На винде заходят У них там Ариал И все Я просто для наших зрителей Сейчас увеличил Слушатели Просто представьте Что я Command плюс Несколько раз нажал Туда-сюда Так вот Поэтому да Действительно Надо как бы сказать Это responsibly Это делать От соответственности Смотреть Какие шрифты подходят С сериев шрифтами Особенно старыми Очень сложно Потому что у них Много засечек И они все Такие пиксельные будут Ну понятно Что антиалиасинг Уже у нас там Есть Все круто Сглаживаться будет Но все равно Будет видно Что какие-то шрифты Не готовы еще Нам крупными Ну не еще А уже все И не будут готовы Вот например Он нам предлагает Несколько Серив шрифтов Я из них Миллер один из них Возможно это прям Его шрифт Не знаю Хотя Миллер Это мельников считай У них популярная В Германии фамилия Поэтому Может быть и не он Я из них использовал Мэри Уэдер И ПТ сериев И ПТ сериев Реально большой Как Его нельзя Маленький использовать Неуклюжий Большой он Более или менее Мэри Уэдер Уже не помню Мэри Уэдер Это такие чуваки Из ГТА Да Это наемник Из ГТА 5 Сан сериев Шрифты То есть без засечек Они на самом деле Более так скажем Устойчивы К этим увеличениям Но за исключением Ариал И здесь собственно Про него и написано Что Черт не могу найти Где здесь было написано Что вот только не Ариал Например Вот предлагают Тро Бото Путура На самом деле У нас на ювебдизайне 17 пикселей Шрифт Но он все равно Гигантским кажется Поэтому я с нашим сайтом Как мне стыдно сказать Работаю на одном уменьшении На одном зум ауте А че ты так? Ну во первых Потому что ЮАСТ всего еще На полном Мне не влазит в монитор Я зум ауте Чуть-чуть Ну и я уже привык К самому сайту Именно в таком режиме Поэтому надо будет Что-то с этим делать Уменьшать походу Да Походу уменьшать Или менять шрифт Как это не прискорбно Придется вернуться К веб-шрифтам Чтоб у всех одинаковый был Ну ладно Это уже Это ливинг Это мы уже Опять же сядем И обсудим И поэтому да Смотрите какой шрифт Будет все-таки Визуально Вот к футуру Там 26 условно Сделайте А потесанс 24 То есть не надо Вот Вот вы до 24 Дошли в одном проекте И везде будете Делать 24 Нет Вы глазами смотрите И думайте Четвертое Леттер спейсинг Ну короче Керните Нужно чтобы Вы смотрели Разные шрифты Надо по-разному Кернить Пространство Между буковками Уменьшать Увеличивать Негатив Нормал Позитив Здесь вот Три примера Есть Поэтому Проверяйте Прям вот Каждый шрифт Опять же Не надейтесь На то Что у вас будет Какой-то универсальный Кейс Не будет Пятое Оптимизируйте Длину строки И высоту строки Длину Понятное дело Не нужно Чтобы было Больше чем 55-75 символов На строке По исследованиям Каких-то ученых Как обычно Вот это оптимально Иначе ты уже Прям башкой Стороны в сторону Машешь Тебе прям надо Вычитывать По ширине Ну и по высоте Тоже нужно Как-то Чтобы Дышал Текст Чтобы Больше Между ними Было Пространство Между Линейками Это Это Помогает Ну и Final Note Ягод Конечно Кристиан Нам Говорит Не Говоришь Что надо Прямо Просто Больше 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 Делать И все Но вы Вот Не стесняйтесь Делать Больше Вы Откройте Этот Потенциал Для себя Он Говорит Разность Потенциалов Сразу Вспомнив Это Напряжение Нифига Так У нас Между прочим 37 минут Прошло Но перерыв Рано Делать Ну у нас Классический Раздел Дизайн Который Занимает Весь Подкаст Ну нет 37 минут Он всего Занял Поэтому Сейчас У нас Классический Раздел Разработка Который Начинается С нашей Любимой Темы Наша Любимая Тема Это Я Не побоюсь Этого Слова Памятники Культуры Я уже Просто Не знаю Как Изгаляться Но тем Неменее Это Такие Столпы Цифр Digital Pillars Да Да Я не побоюсь Этого слова Там где Хранится Самая важная Ваша Информация И наша Информация На Smartape Точка Ру Я вас Призываю Все-таки Попробовать Этот хостинг Сколько Бо мы Тут Про это Не говорили И вы Не ржали Над нами Но тем Не менее You Вебизайн Точка Ру Слыш Smartape Да И просто Сам Дизайн На нем Работает И посмотрите Как Прекрасно Работает Да Я считаю Что Уптайм 100% У нас Еще по-моему Не падал На этом А собственно Он от нас И зависит К сожалению Падал Когда я PHP На 7 Например Обновлял Еще в пару Моментов Но это Такое Я бы Это Даже Не считал Об этом Никто Не узнал Никто Нам Не писал Тикеты Не А он Падал По нашим Причинам Получается К сожалению Да Да То есть Это не то что Сам Smart Tape Не не падал Вот эта ВПСка Не падала Еще ни разу Да И это Это круто Потому что То что вы там Сами накосорылите Это уже ваши проблемы Кстати Техподдержка Smart Tape Вам с радостью Поможет Да Но даже если Вы накосорылите Поможет Вот без приколов Мы испытывали Их терпение Несколько раз Еще когда Косорылили Да Сейчас то уже Не косорылим Так что Вот вы имеете ввиду Любой уважающий Себя разработчик Переходит на И у нас сразу Стилизуем Подчеркивание У нас Достаточно Толстая тема Да Во-первых Достаточно Толстая тема Во-вторых Достаточно Гигантский Шрифт У него Уже на сайте Уже Прямо У меня В монитор Опять же Не вмещается Хочется Зум-аут Сделать Согласен Главное Не каминг-аут Так вот И это Практически Моя Единственная Тема Из разработки Дальше Ты будешь Жечь Напалму Ну Я давай Я расслаблен Нам здесь Говорит Джон Джеймисон Возможно Джеймисон Накатил Перед этим А потом Пишет То есть Не толстяк Не Не толстяк Это На сайте Толстяка И от Толстяка Здесь Только Эпиграф Эдитер Интро Ну Ну Просто Говорит Что Подчеркивание Надо Как-то Стилизовать По-разному И это Нетривиально Иногда Бывает Чтобы Красиво Было Вот нам Джон Джеймисон Расскажет Какие Есть Варианты Ну И он Джеймисон Накатил И Погнали Давай Вот Здесь Например Есть Так Скажем Скриншот Идеальных Подчеркиваний Такие Аккуратненькие Тоненькие Не Сильно Под Словами Находятся И Прерываются На Вот Этих Нижних Отростках Дисендерс Я до сих пор Не помню Как Выносы Нижние Называются Как они По-русски Так Просто Вот Там Где С лупой Смотреть Вот Слушатели Просто Представьте Хорошее Красивое Газетное Подчеркивание Из Конца Не знаю Шестидесятых Семидесятых И Это Не Тот Подчеркивание Не То Которое Мы Привыкли Видеть В Ворде Например Не Вот Это Казенное Подчеркивание Хотя Слушай Не знаю Возможно В Сидит Да Гоулз Короче Говоря Че Нам Надо Сделать Чтобы Вот Так Было Да Чтобы Вот Так Вот Делать Почему Вот Просто Нельзя Использовать Текст Декорейшн Underline Ну Во-первых Потому Что Он Ниже Существенно Текста Он Прям Вот Низко Его Вот На Пару Пикселей Вот Повыше Во-вторых Он Не Прерывается На Десендерах Только В Safari В iOS Прерывается Уже Кстати Ты имеешь Ввиду Он Перечеркивает Он Перечеркивает И Сливается С ними Прям Невкусненько Получается Нельзя У него Ни цвет Менять Ни Толщину Ни Стиль Ну Чтоб Там Пунктирный Точечками И так Дальше Охренеть Надо Такого Не Бывает И Чтобы Работало На Разных Бэкграундах Еще То есть В Принципе Ну Обычный Текст Decoration Underline Будет Работать На Разных Бэкграундах Но Вот Некоторые Из Хаков Они Не Будут Прежде Прежде Я Забегаю Вперед Перед Тем Как Ты Специфические Всякие Вещи Начнешь Говорить Это Нужно Чувакам Которые Супер Хипстеры И Хотят Сделать Хипстерский Сайт С Классными Подчеркиваниями Или Это Для Задротов Которые Хотят Задрочить Все Чтоб Классно Было Или Для Кого Это А Для Всех Неважно Какая У тебя Причина Чтобы У тебя Были Крутые Подчеркивания Может Будь У тебя На Это Шишак Привстает Может Будь Ты Просто Выпендриваешься Перед Кем Душев Ну То есть Шишак Привстает После Да К сожалению Все К этому Сводится Короче Для Тех У кого Шишак Вот Давайте Чуваки Да Есть Несколько Approaches Несколько Способов Это Сделать Первый Просто Text Decoration Второй Border Bottom С помощью Границы Третий Box Shadow С помощью Теньки От Коробки Не Удержался SVG Filter Еще Один Вариант Потом Есть Библиотека Underline JS Которая Использует Canvas Для Рисования Есть Наконец Улучшенный Text Decoration Звездочка Свойства Который Еще Только Набирает То есть Не во всех Браузерах Поддерживается Ого Далеко Нет Вот В Safari Поддерживается Вот Внезапно Обычно В Safari Нихрена Не поддерживается А тут Есть Так вот И здесь Кстати Есть Сразу CodePen И вы Можете Видеть Что у меня В Safari Пропускает Descender Прям Вот Буковка P На ней Прерывается Подчеркивание У меня То Вот Нет Вот 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 Поэтому Даже Запятая Прерывается Но Жирноватенько Все равно То есть Я бы ее потоньше Это подчеркивание Сделал А оно Прям Вот Прям Такой же Жирная Как Буква Ну Неважно В общем Проблема В том Что нельзя Ни цвет Поменять Ни подвинуть Ни хрена Сейчас Не сделать То есть Ну Кроме Этого Еще Вот Descender Не пропускают Других Браузеров Кроме Safari И iOS Плюсы Есть Между прочим Оно Переносится На Следующую Строку То есть Если это бокс Shadow То он только У нижней Будет Ой Ну то есть Да То есть Надо это Inline Блока Ну там С бубном Танцевать А здесь Вот Легко Использовать Короче говоря И на Любом Бэкграунде Работает Но Нас Это Не устраивает Если Только В Safari Да Да Ну Как бы Сказать Меня Устраивает Честно Положа Руку на Сердце Ну Вот Тех У кого Шишак Предстает Не устраивая Борде Ботом Можно Просто Вот Снизу Делать Границу Ну Это Казенщина Вообще Я Сейчас Смотрю И плохо Да Причем Можно Даже Еще Inline Блок Делать И Уменьшать Line Height Чтобы Она Чуть Как бы Сказать Вверх Пододвигалась Вместе С вашим Шишаком Да Но К сожалению Это Повлечет И Другие Проблемы Для Если У вас В несколько Строк Текст У вас Там Все Собьется В кучу Следующий Вариант Или Текст Так А Можно Добавить Текст Shadow То есть Теньку Вокруг Текста Беленькую И он Будет Грубо говоря Пропускать Десендеры Но Понимаешь Для Белого Надо Белый А Если Фон Будет Желтый И Белый Будет Соответственно Короче У вас Это Должно В какой То Одной Переменной Лежать И Зависеть От Одного Цвета Это Иногда Сложно Сделать Иногда У вас Динамически Меняется Фон И Тогда Провал Ничего С Или У вас Видеофон Не Дай Бог Об Этому Еще Сегодня Поговорим Если У вас Не Дай Бог Но Зато У Этого Бордера Можно Менять И Цвет И Толщину И Стиль Также Можно Транзить И Анимать Ух То есть Бордер Можно Аккуратненько Вот Мои Любимые Звуковые Изображения Анимации Но Да Бед Это То Что Слишком Много Всего Надо Накручивать Еще Сверху Чтобы Хотя Бо Как Более Или Менее Нормально Работало Ну И Если Я Для Зрителей Покажу Если Выделять Текст С Текст Шедо То Там При Самом Выделении Он Еще Беленьким Уводится Чуть Ну Как Все Минусы Короче Что Касается Бокс Шедо В Принципе То же Самое Как И С Предыдущим Способом С Борде Ботомом Единственное Нужно Делать В А Нет Не Единственное Нужно Онлайн Блок Я Думал Делать Для Того Чтобы Она Переносилась На Другие Строки Но Слушай В Бокс Шедо У Меня Выглядит Все Хорошо Да Довольно Таки Неплохо Можно Даже Стили Менять То есть Там Двойное Подчеркивание Хоть Что Делать Не Но Есть Минус Нельзя Сделать Например Прерывисто В точечку Можно Максимум Добавлять И тот До Двух Линей Потому Что Это Будет Соответственно Там Верхнее Нижнее И так Дали Ты Между Нельзя Сделать Красные Муравьи Бегущие Муравьи Вот Этого Сделать К сожалению Не Получится Ну И опять же Не Работает На Любом Бэкграун Потому Что Если Мы Добавляем Текст Шэдоу Хэк То Он Соответственно Должен Синхронизирован С Бэкграунд Бэкграунд Имидж Неплохой Кейс Можно Линейный Градиент Замастить И Это Прям Потому Что Мы В Бэкграунд Имидж Можем Свидетельщику Блин Это Так Круто Подчеркивание С помощью Мадзи Это Прям Так Будет Классно Читаться Ну Вот Давай Сделаем У нас На сайте Везде Подчеркивание С помощью Мадзи У ссылок Или У всего Текста Причем Вот Этими Пацанами Которые За руки Держатся Вот Этим Сан Франциско Полный Получится Да Если Вдруг Ты Зазумишь Или Че То У Тебя Там Слетит Не Дай Бог Цепь Как На велосипеде Лишь Пингалеты Сорвет Поэтому Не Круто Самый Хороший Вариант Это Свечи Фильтр Потому Что Он Позволяет Не Только Сделать Граничку Небольшую Он Еще И Позволяет Без Текст Шэдоу Пропустить Десендеры Короче Можно Транспарентный Бэкграунд Сделать У текста Еще Дополнительный Который Будет Он Как бы Транспарентный Для фона Но Не Транспарентный Для подчеркивания Вот так Я Кстати Зря Так Смеялся Тут Чуваки Подчеркнули С помощью Звездочек С помощью Сердечек И оно Не очень Противно В смысле Ты имеешь ввиду Ты CodePen Не видел Когда смеялся Да Я Когда ржал Я Сам себе Представлял В голове Но Единственное Что Знаешь Чего По-моему Вот такая Хрень Когда ты Делаешь Это же Как бы Намек На то Что Это Логотип Ну Скорее Всего Так Скорее Всего Это Логотип Вот этот Стартер Лайн Допустим Что У тебя Вот Эти Звездочки Это Логотип Чего Нибудь И Скорее Всего Логотип То Уже Должен Будь Нарисован А не Написан Всем Да Кто-то Может По Эпилепсии И Реально Все Ссылки Звездочки Подчеркиваю Представь Себе Особенно Сейчас Если У вас Большой Бодишрифт Это На Там Где Нибудь Надо Делать Да Да И Гифки Короче С Все Но Ну Вы Сами Понимаете Кое Где С Фильтры Не Поддерживается Например Е Эдги Но Там Можно Сделать Просто Фоллбэк На Текст Декорейшн Тем Более Что Сафариски Текст Декорейшн И Так Крутой Поэтому Но Зато Работает На Любом Бэкграунде То Это Вот То Что Фильтры Можно Сделать Транспарентный Бэкграунд Это Но Да Понимаете Что Оно Вот Чтобы Демо Адаптировать Под себя Надо Там Говна Поесть Но Ты Видишь Там При наведении Дергается Немножечко Подчеркивание Да Прикольно Оно Даже Не сильно Тормозит Точнее Не тормозит Вообще Я не знаю Если честно Даже не помню Мы подкасты В 60 фпс Выкладываем Или нет Тоже Не помню Ну Вот Если Да То Круто На 30 фпс Конечно Будет Поддваиваться Чуть У нас Ограничение Как в Мафии 30 на 30 фпс Да Ну По-моему Нет По-моему Все-таки 60 Это Паскудство Я считаю 30 фпс Рендерить В наше Время Видос Так Текст Декорейшн Звездочка То О чем Я Говорил Есть Текст Декорейшн Колор Скип Стайл К сожалению Подчеркиваю Поддержится Пока Только В сафари С префиксами И в файрфоксе Без префиксов Но Вот Так Те Сказать В файрфоксе Все равно А У них Еще Есть Неконсистенси Во-первых Не пропускает Десендеры Во-вторых В файрфоксе Подчеркивание Под буквами А в сафари Над буквами Все еще Не договорились Че Как Поэтому А нет Есть Текст Декорейшн Скип Я наврал И в сафари Он по дефолту Как раз Тру Не знаю В файрфоксе Поддерживается Или нет Но в общем Вы поняли Там можно Как раз Будет В точечках В двух Подчеркиваниях В тирешечках И даже В вейви Андерлайн Это когда Определение В русском языке Надо волнистой Линии выделять Вот здесь Можно выделить Определение Ни хрена Ты вспомнил Я даже Помню Что дополнение Надо пунктирным Выделять А обстоятельства Штрих пунктирный Ну точка Тире Да Круто В общем Нам не хватает Текст Андерлайн Width То есть Ширины Чтобы мы могли Как-то менять Текст Андерлайн Позишн Чтобы вы могли Подвигать Чуть-чуть Это имеется ввиду Автор Я уже забыл Джеймисон Кто-то Джеймисон Советуют В 3C Групп Чтобы они Как-то Задумались Что еще Пару свойств Вот прям Реально Не хватает Ну и вывод Че же делать В большинстве Гает Случай В принципе Можно и текст Декорейшн Ограничиться И похотя Вообще Для боди Текста Лучше Бэграунд Имидж Использовать Ну и Как следствие SVG-фильтр Потому что SVG-фильтр Как вы понимаете Его Инкапсулирует Так скажем В Use Такую хрень И через фильтр Добавляет То есть в принципе Нормальная тема Я думаю что Да Я думаю что Перед тем как перейти дальше Я вам еще раз напомню Что Вот такая статья Она же достаточно практическая У нас бывают Такие достаточно теоретические Болтология Но вот такую статью Я бы вам советовал Зайти к нам В описании под видосом Там все ссылки есть Возьмете ее И добавите себе В избранную И потрогаете ручками Да Сами Может быть где-то примените Вдруг вы тот человек У которого шишак Предстает на это дело Конечно Обязательно Обратите внимание На описание Так Давай еще пару тем И перерыв Да Я думаю перерыв Скоро Поэтому Далеко не уходите Короче говоря Такая Легенькая тема Bash Windows 10 У меня только легенькие темы Пацаны Ubuntu интегрировали В Windows 10 И оказывается Недавно Была конференция Никто-то и не знает Все знают Только про Apple конференции Ну и соневские иногда И соневские иногда Ну и E3 еще Я вот такие еще знаю конференции Но есть конференция Build например Компании Microsoft И там 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 уже было рассказано Потому что От 30 марта Аж статья Уже было рассказано Предложили ее в темах Я как бы не сохранил К сожалению Комментарий автора Но предложили Я сразу Себя ответственность Скину Да Вот в том билде Который Windows 10 Redstone Возможно кстати Он у меня уже установлен У меня тут последняя винда На ноутбуке Вообще Самая последняя Там короче говоря Уже Внедряются Не такая последняя Как у меня на банке Там у меня превью бил Ну там у тебя страшные Да страшные вещи Там не GTA не работает Ну да В принципе есть минус Короче Ubuntu Частично внедряется В Windows 10 Ну как внедряется То есть вот Тут написано Что чуваки Из Canonical Внедряли В Так скажем Можно Наверное назвать В CMDX То есть В командную строку Windows Внедряли Эмуляцию Баша Из Ubuntu И они это хотят Называть именно Эмуляция То есть Для них ругательное Слово Виртуализирование Виртуализация Виртуализация Она чуть-чуть Про другое Да А для них Вот эмуляция То есть они Когда ты заходишь В командную строку То есть в CMDX Ты короче Практически можешь Сразу баш Возможно Я даже могу Сейчас вызвать Просто баш Написать У меня будет Нет Ты должен ли баш Писать Нет Я видимо баш Должен писать Ну попробуй Хрен его знает Короче Не суть Мы сейчас Не-не-не Ты выпуск Выполнить Вот там ты баш Должен писать Я там написал Не произошло Ничего Ну ладно Может быть у меня Не последняя Винда Короче Теперь Вы с помощью Если вы допустим Крутые чуваки И знаете баш Ubuntu И он же Линуксовский Вы можете Спокойно В винде В десятке Им управлять То есть он будет Послушаться вас Так же как на Ubuntu И чувак Который главный Там в Ubuntu Он Гритм Я говорит Виндовсом Не пользуюсь 16 лет Он опять же У него шишак Встает из-за того Что он это говорит Грит Типа А тут мы решили Вот такую хрень Сверхсекретную У них это был проект Между Microsoft И Canonical И говорит Вот Внедрили Внедрили Баш И как бы Им плюс Это небольшой Пиар Ubuntu Потому что Ubuntu Все таки не так Популярно Как Windows Microsoft Да мы понимаем И всем приятно И Windows Все таки Немножко Изабилити Приобрел Потому что Чуваки Которые знают Баш Они будут Теперь с удовольствием Пользоваться Ну вот тут С директориями Как это хреновина Если честно Вот RootFS То есть Вся файловая Структура Она на самом деле Будет доступна В Updata Local LXSS RootFS То есть Это не то Что ты можешь Прям Хотя нет Диски Вроде С Монтируются В директории МНТ То есть Mount Mount C А ну тогда Ладно Тогда то что Нормально Можно Короче Две файловые Системы Будет связаны И по ним Можно навигацию Существить Ну тогда ладно Я думал Что Вот в этом Баш Внутреннем Можно будет Только внутри Вот этой вот Папки RootFS Шерудите Не-не-не Там можно Везде Прям жить Ну круто Тогда Тогда ладно Напишите Если вы уже Пользуетесь Не дай бог Да Вообще Проясните Пожалуйста Ситуацию Мы как-то Я вот Не посмотрел Что это Марта Статья Да То есть Статья Все-таки Достаточно Кто-то Кто-то Слушателей Из Зрителей Кто Предложил Тему Он Обманул Обвел Вокруг Пальцем Да Ну вот Такая Прикольная Статья Ну давайте Еще одну Посмотрим Хотя Можно было бы Здесь Остановиться Давай здесь Остановимся Потому что Следующая Там Как спасти Принцессу Там Ржать Надо будет Ну ладно Мы уже Устали Ржать Не сможем Поэтому Вы Встаньте Разомнитесь Там Я не знаю Комментарий Нам напишите Вдруг У вас Накипело Уже Че-то Да Потому что Я думаю Уже Можно Че-то Написать Промочите Горло Осушите Мочевой Пузырь Наоборот Все вот Эти дела Или Наоборот Ну да В принципе Кто как Кто как Эти два Сосуда Использует Да Сообщает Между собой Сегодня Максимально Сортирный Юмор Про геев И в общем Не переключайтесь Мы вернемся Через секунду Так Скажи Когда Рекорд По-моему Уже Рекорд Сейчас Я посмотрю Там Павочки Идут Или Нет А Колбочки Посмотри Идут Или Нет Колбочки Идут Следующая Тема Get The Princess By Toggle Я Отвечаю Видел Этот Прикольчик Но Не Вникал И Вот Сейчас Я Очень Хочу Его Узнать Потому что Все Рофлили Сильно С него Именно Рофлили А Было На Русском Или Ты Именно На Английском Видел Возможно На Английском Вы Должны Спасти Принцессу Используя 8 Языков Программирования Можно Это Назвать Инфографикой Или Это Просто Комикс Это Комикс Стрипы Практически Но Я думаю Можно Инфографикой Назвать Как Хрен Разница Давай Первое You Have JavaScript И Вот Ты Такой Рыцарь С С С С Старбакс Кофе Просто Вывеска Еще Подожди То есть Я должен Как Смотреть Весь Стрип Три Эти Штучки Окей Потом Слушатели Наши Уважаемые Мы про вас Конечно же Очень помним Но Тут Нельзя Не смотреть Выключайте Нахрен Потому что Нихрена Не поймете Да Вы проводите Часы Выбирая Библиотеки Настраивая Ноду Строя Собственный Фреймворк Для замка Ну тут Чувак Типа Катапульту Строит А пока Вы это Все Делали Форд Уже Разрушился Принцесса Уже Уехала В другой Замок Причем Изначально Чувак Джавас Криптер Он Такой Хипстер Реально Старбакс Всего В одном Шлеме Без Без Полного Обмундирования И со Старбаксом Это Должно Еще Быть Вейпинговый Девайс Не Сигарета Вейпинговый Девайс Такой Си Давай Си Обратив Внимание Лошадь У него Тоже В броне Тут Супер Рыцарь Именно С турниром Все Да Но это Еще Не до конца Супер Рыцарь Потому что Я уже Вижу Что будет Дальше Но тем Не менее Закованный Влад И действительно Консервная Банка Такая Да И все Он набегает У вас Есть библиотека Для замка Библиотека Для принцессы И все Чардж Набегаем Вы спасаете Принцессу Ее собаку Весь ее гардероб Вообще Все Что она Когда-либо Жрала Ой Черт А не забыл я Нуль терминатор А нуль терминатор Чтоб ты понимал Я посмотрел Перед этим Это Короче Нужно нолики В конце строк Там делать Чтобы си компилятора Понимал Где что заканчивается Если не это То понятное дело Все зациклится И говно Там прям ванну Даже еще выносят Ну короче Сишный рыцарь Он крутой Он прям все Зарамсил Сделал И вообще идеально Да Он не как Джаваскриптовый Который просто Ничего не успел И все Да У Джаваскриптовой Лошадь еле оседланная Сишный чувак У него все прям Лошадь запаканная И у него герб Си Так Сишарп Там тоже запаканный чувак Лошадь у него не запаканная И у него Естественно Знамя Майкрософт Ну и он Очень в таких Сияющих латах Действительно Ну да Он паладин Просто сишный чувак Он черный такой А тут прям паладин Вы проводите Целые часы Чтобы всего лишь Все спасение В один линк запрос Линк это Короче как в PHP ПДО Насколько я понимаю Это класс Для работы С базами данных Который все в объектах И делает Там дальше круто Да Потом в конце концов Вы сдаете Сидете на стек оверфлоу И Джон Скит За вас спасает принцессу Да Он там просто На ручках показывает Реально На плюшевых игрушках Просто я зашел И Джон Скит Это реальный чувак На стек оверфлоу И у него реально Вот такая аватарка Чувак на стуле С этими штуками Ну это возможно Он уже Возможно он после этого Ее поставил Потому что И там в принципе Есть про него статьи И он говорит Я вообще не знаю Как так получилось Я зарегался в 2007 Типа И в 2009 Я типа уже набрал До хрена репки просто Отвечал по Джаве По С-шарпу Ну и типа все С тех пор Меня хайпят Ржут надо мной И так далее А я просто типа Помогаю людям По С-шарпу Блин То есть он крутой вообще То есть тут со смыслом Да шуточка Что в конце концов Вы сдаетесь Джон Скит За вас спасает принцессу У вас есть Джава Тут тоже довольно Си Да Только у него на щите Кофеюлька Да Причем смотри Он когда набегает Чарджит У него кружечка на гербе Опрокидывается почти Смотри Ну кстати да И у него еще все перышки Они тоже в стиле Вот этих пламя На пламя Ну в смысле Ты понял Пар Да Пар на 95% Да кстати это пар Не дымок Читаяся Ну вы быстро деплойте И это Rescue в продакшн А потом смотрите Что у вас оказывается Две версии Загрузилось Замков Но вообще Никакой принцессы Ну типа Не в той виртуальной машине Наверное запустили И так далее Угу А у вас есть лисп Тут просто Тут очень круто Нарисован Чувак В ободранный Я вот над этим ржал Когда готовился Там реально чувак В ободранном каком-то дюйме Просто у него уже слюня У него эпилептический припадок Он лошадь у себя на шее держит И меч тоже у лошади И все Спустя кучу скобочек Спустя кучу скобочек На эпилептическом чуваке Сидит эпилептическая принцесса А на ней лошадь То есть он как бы спас Но так лучше бы, чтобы не спасал вообще Ну да То есть в принципе у них там Своя атмосфера Дальше что смешно У вас есть Гоу Чувак, да, на Гоу пишет И там чувак Он в каких-то, знаешь Легких доспехах Какого-то полукожаных Полу каких-то еще Да Он как бы не паладин Он скорее какой-то полуразбойник такой Да И он говорит, в принципе Мы не Ему чуваки Видимо из Гогл Отвечают Что мы не поддерживаем спасение Захваченных принцесс У нас есть уже Бесплатные принцессы В стандартной библиотеке Потом Хоп, стоп Это что Это принцесса из Джава панели? Ну в смысле Панел Это строка в комиксе И там типа Принцесса уже сама себя В Джаве спасла Потому что там ее не заспавнили Случайно Не в той виртуал машине Отлично У вас есть Паскаль И там Старичок Там вообще стоит Там старик в шлеме На полудохлой пони Уже такой Которая жрет Да Которая кушать уже в основном Да И у него И он такой типа Вы декларируете все переменные Принцессу Замок План спасения И у него такой Хоп Крюк Ну такой винтажный А потом вы просто Идете попить И забываете Что надо имплементировать И там чувак Он певчанский На кресле пьет Он сидит певчанский Пьет Он как бы спас Принцессу Но похрен Она там закрыта У него где-то Дома сидит Да нет Это он поднялся Замок И забыл Видимо В конце Или вообще Забыл спасти Даже И самое последнее У вас есть PHP Ну-ка И там Там чувак Там два чувака Такие знаешь Реально скауты Какие-то В легком Будировании Один чувак Это именно Программист Второй Это оруженосикс У него там Полный набор Каких-то сковородок Там именно Как будто это Фродо и Сэм Да Костылей И флажочек Со слоником И потом Вы должны спасти Принцессу На PHP И все И там Чувак повешался Просто надеюсь Не стал ничего делать Блин Отлично Вообще Отлично Это круто Это было прям здорово А мы дальше Погружаемся Еще в разработку Но кстати Мы сейчас вообще Дипа Сильно будет Дипер Полный дипер Нам эту тему Шесть раз Предложили В темах Чтобы вы понимали Да и просто Еще раз хочу Подчеркнуть Вы сами Ее предложили Шесть раз И три раза На русском Три раза На английском Мы не будем Вас мучить Нашим английским Профессиональным Очень отличным Замечательным Поэтому Технический английский Конечно Унид 1 Лесон 2 Да поэтому На русском Я думаю Мы тут Небольшую Такую Как тебе сказать Как это называется Когда в театре Читают Поэма Не поэма Нет Поэма Это не то У нас будет Пьеса Да целая Но пьеса Это именно Драматургическая Хотя Казалось Что это Потому что Про джаваскрипт Да И вот Ты первый чувак А ты имеешь ввиду Здесь Вот этот Некий диалог Это полностью диалог Это полностью диалог Двух людей А тут раскрывается В конце Кто эти люди Вообще Чтобы я понимал Кого я отыгрываю Ты отыгрываешь Чувака Он вон Представляется А окей Окей Эй Я получил Новый проект Но если честно Я не занимался Вебкодингом В течении Нескольких лет И я слышал Все немного Поменялось Ты же самый современный Вебразработчик Правда? Это теперь называется Frontend Engineer Но да Я именно он Я работаю с вебом В 2016 Визуализации Музыкальные плееры Летающие дроны Которые играют в футбол Все что угодно Я только что вернулся Из JSConf И ReactConf Так что я знаю Новейшие технологии Для создания веб-привожений Круто Мне нужно создать страницу Которая отображает Последние действия Со стороны пользователей Так что мне просто Нужно получить данные От REST И отобразить их В какой-то Фильтруемой таблице Ну и обновлять ее Если что-то изменится На сервере Я думал Может быть Использовать jQuery Для извлечения И отображения данных О мой бог Нет Никто больше Не использует jQuery Ты должен попробовать React Это же 2016 Ммм Интересно Что такое React Это очень крутая Библиотека Сделанная ребятами Из Facebook Она реально Дает полный контроль И повышает Производительность Приложения Позволяя очень легко Обрабатывать Любые изменения Представлений Ммм Звучит заманчиво Могу ли я Использовать React Для отображения Данных сервера Ага Но сначала Нужно добавить React и React DOM в виде библиотек Подожди Почему две библиотеки Ну одна из них Это сама библиотека А вторая Для манипулирования DOM Который ты теперь можешь описать В JSX JSX? А что такое JSX? JSX это просто Расширение синтаксиса JavaScript Который выглядит Очень похоже на XML Это своего рода Еще один способ Пописать DOM Думай о нем Как об улучшенном HTML А что случилось с HTML Это 2016 Никто больше не пишет На саром HTML Ну хорошо Ладно Если я добавлю Эти две библиотеки То я могу использовать React? Не совсем Нужно еще добавить Бабель А затем можно Использовать React Ну Бейбл Если угодно Другая библиотека А что за Бабель Бабель это Транспайлер Он позволяет Ориентироваться На конкретной версии JavaScript В то время Как пишешь код В любой версии JavaScript Тебе не обязательно Добавлять Бабель Для того чтобы писать На ReactJS Но если ты это не сделаешь То ты засорял С ES5 Ну а это 2016 Ты должен кодить В ES 2016 Плюс Как и все крутые чуваки ES5 ECMAScript 5 ECMAScript 2016 Плюс Нет подожди ECMAScript Ты еще не знаешь А ES5 ES 2016 Плюс Я потерялся Что за ES5 ES 2016 Плюс ES5 Изначает ECMAScript 5 Это версия На которой ориентируется Большинство Поскольку она реализована В большинстве браузеров На сегодняшний день ECMAScript Ну да Знаешь Стандарт Джавасcript Который был основан В 99 году После его первоначального Выпуска В 95 Тогда Когда Джавасcript Был назван LiveScript И только работал В Netscape Навигатор Это было Очень запутанно Тогда Но к счастью Теперь все ясно И у нас есть 7 версий Этой реализации 7 версий Серьезно А ES5 И ES 2016 Плюс Это 5 И 7 Издание Соответственно Погоди А что случилось С 6 ES6 Да Каждое издание Является Настройкой Все функции Предыдущих версий Хорошо А зачем Использовать ES 2016 Плюс Над ES6 Тогда Ну ты можешь Использовать ES6 Но для интересных Штук Типа Async И Await Тебе нужно Использовать ES 2016 Плюс В противном Суча Ты застрял С ES6 Генераторами И сопрограммами Для блокировки Асинхронных Вызовов И нормального Управления Потоком Я понятия Не имею Что ты только что Сказал И все эти Имена Запутаны Слушай Я просто хочу Загрузить Кучу данных Сервера Просто Подключить JQuery С CDN И просто Получить Данные С помощью AJAX Почему Я не могу Это сделать Чувак Это 2016 Никто Не использует JQuery Больше Заканчивается Кучей Запутанного Кода Все же Это знают Ясно Так что Моя Так что Моя Альтернатива Это загрузить Три библиотеки Для изучения Данных И отображения Таблицы HTML Ну Ты включаешь Эти три Библиотеки Но связывающих С менеджером Модулей Чтобы загрузить Только Один Файл Понятно А что За менеджер Модулей Определение Зависит от Окружающей Среды Но для ВМО мы Обычно Подразумим Все Что Поддержит Модули AMD Или Common JS Хорошо AMD И Common JS Это Определение Есть Куча Способов Чтобы Описать Так как Несколько Библиотек И Классов JavaScript Должны Взаимодействие Ты можешь Наверное А что Такое Браузер И Фай Это Инструмент Который Позволяет Связывать Common JS Описание Зависимости Для Файлов Которые Могут Быть Запущены В Браузере Он Был Создан Потому Большинство Людей Публикуют Эти Зависимости В NPM NPM Это Очень Большое Общественное Хранилище Где Умные Люди Пастят Код И Зависимости В Виде Модулей Как CDM На самом деле Нет Это Больше Похоже На Централизованную Базу Данных Где Каждый Желающий Может Опубликовать И Скачать Библиотеки Так Что Ты Хочешь Использовать Их Локально Для Разработки Затем Загрузить На CDM Если Захочешь О Как Bauer Да Но Это 2016 Сейчас Никто Больше Не Использует Bauer Ясно Так Мне Нужно Ангуляра Слишком 2015 Ну Да Ангуляр Тоже Там Есть Наряду С Vue GS RX GS И Другими Интересными Библиотеками С 2016 Хочешь Узнать О них Давай Придерживаться React Вот Давай Я Уже Узнал Слишком Много О нем Так Что Если Мне Нужно Использовать React Я Вытяну Его Из того NPM А Затем Использую Browserify Да Это Кажется Слишком Сложным Хм Чтобы Просто Взять Кучу Зависимостей И Связать Их Вместе Ага Именно Поэтому Ты Используешь Менеджер Задач Типа Как Grant Или Галп Или Брокколи Для Автоматизации Запуска Browserify Ты Даже Можешь Использовать Мимоза Грант Галп Брокколи Мимоза Черт Возьми О чем Мы Говорим Сейчас Task Менеджер Но Они Уже Делать Вещи Сложными Затем Вернуться К Основам Мы Делаем Это Типа Каждый Год И Подожди Через Год Или Два Мы Еще Запилим Сборки Assemblies В Web Ты Упомянул Что-то Под Названием Webpack Это Другой Менеджер Модуля Для Браузера В то же Время Он И Своего Рода Task Менеджер Это Как Улучшенная Версия Браузере Фай Ок А Почему Он Лучше Ну Может Быть Не Лучше Но Более Гибкий В Плане Того Как Зависимости Связано Webpack Позволяет Использовать Различные Менеджеры Модули Не Только Command GS Например Родные Модули ES6 Я Очень Запутался В Этих Command GS И ES6 Да Все В Этам Запутались Но Больше Можешь Не Париться Потому Что Есть System GS О Боже Опять Что То GS Хорошо А Что Это За System GS Ну В Отличие От Браузера Фай Webpack 1.x System GS Представляет Свой Динамический Модуль Загрузчика Который Позволяет Связать Несколько Модулей В Нескольких Файлах А не Связывая В Один Большой Файл Я Думал Что Мы Хотели Объединить Наши Библиотеки В Один Большой Файл И Загрузить Его Да Но Из HTTP 2 Несколько HTTP Запросов На самом деле Теперь Лучше Стоять Так Чего Мы Не Можем Просто Добавить Три Оригинальной Библиотеки Для React Ты Конечно Можешь Добавить В качестве Внешних Скриптов CD Но Все Ром Нужно Будет Добавить Бабель Эх И Это Плохо Не Ну Да Придется Включить Полностью Бабель Core А Это Не Будет Эффективным Для Продакшн На Продакшн Необходимо Выполнить Ряд Предварительных Задач Чтобы Проект Был Полностью Готов А Это Ритуал В Я думал Мы Пишем Код На JavaScript Type Скрипт Это И Есть JavaScript Или Лучше Сказать Надо Множество JavaScript Более Конкретно JavaScript Версии ES6 Ну Та Шестая Версия Которая Мы Говорили Я Думал ES 2016 Plus Уже Надо Множество ES6 Почему Нам Сейчас Нужен Еще Type Script Потому Что Это Позволяет Нам Использовать JavaScript Как Типизированный Язык Флоу Это Инструмент Для Проверки Статической Типизации Сделанной Парнями Из Фейсбук Они Написали Его На OSEAML А Так Функциональное Программирование Увеляется Удивительно Крутым OSEAML Функциональное Программирование Ну Это То Что Сегодня Юзают Крутые Пацаны Ну Типа Знаешь 2016 Функциональное Программирование Функции Высокого Порядка Curring Pure Функции Понятия Не имею Что Это Никто Не Понимает Вначале Надо Просто Знать Что Функциональное Программирование Лучше Чем Объектно Ориентированное То Что Мы Должны Использовать 2016 Подожди Я Учил ООП В Универе Я Думал Что Это Круто Так Было Пока Oracle Не Купил Java Я Имя В Но К счастью Сети Теперь Есть Такие Библиотеки Как Ramda Которые Позволяют Вам Использовать Функциональное Программирование На Простом JavaScript Ты Что Просто Придумываешь Имена Что Еще За Ramda Нет Ramda Как И Lambda Ну Знаешь Библиотека Дэвида Чембера Дэвида Кого Дэвида Чембера Крутой Чел Один Из Авторов Ramda Глянь Еще Работа Эрика Мэйра Если Серьезно Относятся К изучению Функционального Программирования А Эрик Мэйр Это Тоже Функциональщик Крутой Чел У него Есть Куча Презентаций Где Он Странный Цветной Футболки Громит И Джайл Еще Глянь Что Делают Тиджей Джаш Кенас Синдра Сурхуз Пол Айриш Эдди Османи Притормози Все Это И Хорошо И Прекрасно Но Я Думаю Что Все Слишком Сложно И Не Нужно Для Простой Выборки Данных И Отображения Я Уверен Что Я Не Должен Знать Этих Людей Или Все Эти Вещи Чтобы Создать Таблицу С Динамическими Данными Давай Вернемся К React Как Я Могу Извлечь Данные Сервера В React Ну На самом деле Для Выборки Данных Не Надо React Он Только И Отображает Черт Так А Что Используется Для Выборки Данных Используй Fetch Для Получения Данных Сервера Использовать Fetch Для Выборки Данных Тот Кто Называет Эти Вещи Нуждаются В Тезаурос О Да Fetch Это Именно Тивная Реализация Для Выполнения XML Ищите Переквест А О Аякс Аякс Это Просто Запросы XML Ищите Переквест А Fetch Позвляет Делать Аякс На основе Промисов Которые Затем Можно Резолвить Чтобы Избежать Callback Hell Callback Hell Да Каждый Раз Когда Выполняется Асинхронный Запрос Ты должен Ждать Его Ответа Который Заставляет Добавить Функцию Внутри Функции Которая Называется Пирамида Callback Hell О Хорошо А Промисы Решают С помощью Fetch Да Но Только В некоторых Браузерах В противном Случае Необходимо Включить Fetch Polyfill Или Использовать Request Bluebird Или Axios Сколько Библиотек Мне нужно Знать Сколько Сколько Из них Этот JavaScript Тысячи Библиотек Которые Делают Одно И то Ж Мы Знаем Эти Библиотеки Наши Библиотеки Огромные А мы Иногда Мы Добавляем Картинки С Axios Делают Я Случайно Потерял Где мы Читаем Это По Литературе Это Библиотеки Для Выполнения XML Чтп Requests Которые Возвращают Promises А метод Ajax JQuery Не Возвращают Promises Мы Больше Не Используем J В 2016 Просто Используйте Fetch Polyfill Или Bluebird Requests Или Axios Затем Управляй Promises Async Await И Бац У тебя Правильный Поток Await Позволяет Блокировать Асинхронный Вызов Что позволяет Лучше Все контролировать Во время Получения Данных И увеличивать Читаемость Кода Это Потрясающе Просто Нужно Чтобы Убедиться Что Ты добавил Stage 3 В Бабель Или Использовать Синтаксис Синхронных Функций Плагин Transform Sync To Generator Это Безумие Не Безумие Это То Что Нужно Перекомпилировать Код TypeScript Затем Скомпилировать Код TypeScript В ES6 Затем Transpile Бабель В ES5 Я Не Знаю Что Сказать Да Слушай Это Легко Пиши Весь Код TypeScript Все Модули Используй Фетч Компилирую В ES6 Транспиль Бабель В Stage 3 И Загружай System GS Если У тебя Нет Фетч Используй Polyfill Или Bluebird Request Или Axios И Отрабатывай Promise У нас Очень Разное Определение Легко Так С этим Ритуалом Я Наконец Получил Данные И Теперь Я Могу Показывать Их С помощью React Правильно А приложение Будет Обрабатывать Любые Изменения Состояния Не Думаю Мне Просто Нужно Отобразить Данные Ух Слава Богу В противном Случай Мне пришлось Объяснять Flux И Реализации Такие Как Flumox Alt Flux Хотя Если Честно Ты должен Использовать Redux Это Уже Какие Лекарства Пошли Как Достали Эти Мина Опять Мне Просто Нужно Отобразить Данные А Если Просто Отобразить Данные Не Надо Начинать С React Нужно Взять Движок Шаблонов Ты Шутишь Что Ли Думаешь Это Смешно Да Я Просто Объясни Что Ты Мог Бы Использовать Стоп Просто Остановись Я И Даже Даже Если Просто Использовать Шаблонизатор Я Бо Все Равно Использовал Combat TypeScript System Jazz Бабель На твоем месте Мне Нужно Отобразить Данные На Странице А Не Выполнить Оригинальный Fatality Sub-Zero Из Mortal Combat Просто Скажи Мне Какой Движок Шаблонов Использовать Ну Их Много С Каким Ты Знаком Не Могу Вспомнить Название Это JQuery TMPL Handlebars Некоторые люди до сих пор используют его Может быть А есть что-то похожее на последний Mustache Underscore Я думаю что теперь Даже у LowDash Есть шаблонизатор Нет своего рода 2014 Возможно он был поновее Jade DustJS Нет DotJS EGS Нет NonJax ECT Не Чувак Никто не любит синтаксис CoffeeScript В любом случае Jade Нет Ты уже сказал Jade Ну я имел ввиду Pug Я имел ввиду Jade Я имею ввиду Jade Теперь Pug Нет Не помню Какой Какой бы ты использовал Наверное Нативный ES6 Template Strings Дай угадаю Это требует ES6 Да Который в зависимости от того Какой браузер я использую Требует Bapel Да Который если я хочу включить Без добавления Все библиотеки Нужно загрузить В качестве модуля NPM Да Который требует Browserify Или Webpack Или скорее всего System.js Да Который если Это не Webpack В идеале Должен управлять Taskrunner Да Но так как я должен Использовать Функциональное программирование Типизированные языки Я в первую очередь Должен предварительно Скомпилировать TypeScript Или добавить Это Flow Так А потом Отправить Это на обработку В бабель Если я хочу Использовать Await Да Так что я могу Затем использовать Fetch Promises И управление Потоком Всю эту магию Только не забудь Polyfill Fetch Если он не поддерживается Safari до сих пор Не может справиться С этим Знаешь что Я думаю Мы закончим здесь На самом деле Я думаю Я закончил Я закончил с этим Webом И с JavaScript В целом Хорошо Через несколько лет Мы все будем Кодить в Elm Или WebAssembly Я просто хочу Вернуться к Бэкэнду Я не могу справиться Со всеми этими Изменениями Версиями Изданиями Компиляторами И транспайл Транспайлерами Сообщество JavaScript Безумно Если оно думает Что кто-то Может идти в ногу С этим Понятно Тогда тебе надо Попробовать Сообщество Python Почему? Слышал Python 3 Я напомню У них там Тема Что вышел Python 3 И его до сих пор Так никто особо Не поддерживает Все на 2,7 Там что-то все плохо Говорят Да Короче Я не знаю Это какая-то Поучительная Поучительный диалог Такой Нам нужно свое мнение Непременно высказать На самом деле Даже читая Вот это все Ты понимаешь Что жесть Согласен Мы с Никитой В этом подкасте Неоднократно Говорили свое отношение К JavaScript К метапрограммистам Которые вот Рассуждают Про себе библиотеки И так далее И к тому Какой хайп Вокруг этого всего Поднимается Собственно Наш предыдущий подкаст Предпредыдущий Назывался JavaScript Покоряет мир Да Кстати И там мы тоже Об этом говорили Поэтому Чуваки Надо как-то Приосадить немного Коней И просто заниматься Работой Да Отлично Отлично Паралям Прочитали Че у нас там дальше идет Твоя тема Microsoft Paint 3D Ооо У нас блок социальных И светских новостей Это кстати нам Блин Ударил стойку Это нам тоже предложили В темах слушателей Я опять Почему-то Не показал Оригинал Комментария Здесь достаточно Такая легенькая тема По сравнению С тем Что мы там бабили Читали И NPM С газеты Ру Как ни странно Можно сразу Обратить внимание На курс евро и доллара Ух ты Да Но тем не менее Microsoft выпустит Paint С поддержкой 3D Это более свежая новость Чем от 30 марта Все-таки 8 октября Она была запущена И чувак А точнее Как мы увидим Что это чувиха Walking Cat Практически Walking Dead Записал ролик С презентацией Новой версии Пользователь Twitter Walking Cat И это The Verge Собственно пишет И значит Какая тема Тема того Что помимо Полного графического Редизайна Microsoft добавила Возможность рисовать В редакторе В 3D В Paint В 3D В Paint Охренеть Да И короче Редактор Получит название Paint Preview Естественно Новый Paint Заточен для работы На планшете То есть они все Surface Продвигают И Здесь На самом деле Можно просто Проскролировать И увидеть Вот ее саму Я просто хочу вам Показать ее Я вижу Я давно уже Проскролировал Там такая девушка С полувыбритой головой Для наших слушателей Просто говорю Вот она говорит Типа представляем вам Новый Paint Preview И ты нажимаешь На видео Собственно Нажал И короче Ты можешь сразу Знаешь Мотнуть куда-нибудь В серединочку Просто в серединочку Мотни И там знаешь Уже короче Рыбак рисуют В 3D Да да Я как раз На рыбак Сейчас попал Там уже короче Можно вращать Элементы Вот эти вот Те которые ты рисуешь И практически 3D Max Такой более Лайтовой версии Видно что здесь Чайников нет Как в 3D Max Ну какие Без чайников Какой 3D редактор Да согласен Но тем не менее Уже все серьезно Уже Я не знаю к чему Это они готовятся Может быть для VR Будут чуваки рисовать Или типа детки будут Чтобы детки покупали VR очки И смотрели там На свои рисунки Я не знаю То есть есть какая-то Наверное какой-то Point в этом Потому что все-таки Paint он всегда был Самым легким таким редактором Ну относительно Самым легким Хорошо Но я не думаю Тут конечно пишут Что именно Обновление Paint Мне кажется Что они будут Существовать Вдвоем Обычный Paint И Paint Preview Может быть Может быть Тем более Что он заточен Для работы на планшете А на PC Возможно Не так все просто С этим будет Стилусов То у нас не будет Таких Хотя да Рисовать будет посложнее Поэтому наверное Не стоит пока Бояться сейчас Стоять бояться Да Можно как-то Откинуться И закурить Можно вот Пол головы выбрать Как у девушки Например Тоже Окей Следующая новость Такая Тоже достаточно легенькая С сайта Yoast.com Я вам напоминаю Что это чуваки Которые сделали Охрененный плагин SEO By Yoast Для Wordpress Для Wordpress И они достаточно Шарят во всем Что касается SEO Да и вообще Все что касается Сайтов И Wordpress В том числе У них даже есть Охрененные шаблоны На Wordpress Очень стильные Они кстати же Их перестали продавать После редизайна Они как-то Постыдились И все Они темами Перестали заниматься Ну я помню Мы ржали Там такие Очень архаичные Шаблоны Ну как у нас На сайте сейчас Да-да Так вот Здесь Очень короткая тема Про то что Многие дизайнеры Они же Веб-дизайнеры Они же Разработчики сайтов Любят впихивать Невпихуемые Да Футер Всякое знаешь Типа Design by Типа Веб-сайт Developed by Ну там Разработка сайта Двоеточие Разработали Двоеточие Да-да-да Вот Вот такое любят делать И писать Кто автор И делать ссылки Например Куда-нибудь На свой сайт Например Своей студии Или свой личный блог И С одной стороны Да Это имеет плюсы Это Во-первых Там Вдруг ты Сделаешь Какой-то Крутой Сайз Который Будет там Высоко В гугле И ранжирование Повысишь И себе И вообще Всем приятно Сделаешь Но не всем На самом деле Не всем Себе Точно Сделаешь Вот Ты просто Будешь гордиться Вдруг Это какой-нибудь Сайт Крутой Компании Какой-нибудь Газпром Ты там написал Что ты автор И все такие Вау У всех шишка И у тебя шишка Согласен Вот Но Юаст Точнее конкретно Чувак Автор статьи Нас призывает Это все хорошо Да Я вас понимаю Абсолютно На 100% Но Чуваки Вы хотя бы Когда так делаете Делаете это Заказчику Заказчик в основном Такой чувак Который Вот Его это в последнюю очередь Волнует В основном так То есть В последнюю очередь Волнует Что-то там Футери Что-то висит Кто это создал Ему похрену Ему главное сделано Так как сделано Я живу Большинство заказчиков Даже думают Что в принципе Вот когда делаешь сайт Она автоматически Уже так пишется Да То есть Они вообще не понимают Природу Вот этого появления Этой надписи И думают Ну ладно Окей У нас главное Есть корзина У нас тут все работает Покупаются товары И все хорошо Но Тем не менее На самом деле Вот всем Вот такой подход Да Но тем не менее Вот эта штука Она может когда-нибудь Всплыть Когда-нибудь Кого-нибудь бесить Он может быть Ну просто Так скажем Этикет Дурной тон Да То есть Нужно соблюдать этикет Все-таки с заказчиком Вы выполняете работу В которой должно быть соблюдено Все что хочет заказчик Понятно что можно накрутить Всякого дерьма Поверх Но вы же вот не будете там Ставить свой какой-то бэкграунд Хотя заказчик про него Ничего не сказал Но вы поставили свой бэкграунд Вы так не будете Вы все согласуете Вот Именно вот эту штуку Которая Место автора То есть Design by Разработана Ее бы хорошо просто сказать Упомянуть о ней Что внизу Будет ссылка Хотя бы просто да Ну а внизу короче Мы там Даже Знаешь Сказать что это все Само собой разумеющееся На самом деле Ну а внизу мы как обычно Разместим там Такую-то ссылку Да Просто чтобы он был в курсе Потому что вдруг он скажет Не-не-не ребят Я тут собрался Что-нибудь другое Там Пиарить себя Тоже в футере Где-нибудь Или скажет Допустим Оформите там По-другому Как-нибудь То есть Ну это Это важная хрень Это просто этикет Причем Я вот даже не знаю Вот чуваки Из ЮАСТа Они не приложили Никаких ссылок В подтверждение Я если честно Думал Что это практически Ну не то чтобы Я каким-то сейчас Русофобством занимаюсь Я думаю Вот только у нас Так вот делают Без спроса Там вот Просто там Какую-то ссылку Сделать Что-то еще Но видимо Нет Раз они пишут Значит есть прецедент Вот да Они-то кстати голландцы По-моему Голландцы То есть в Голландии Возможно так делал Так там Не так делают Поэтому А голландцы Что угодно можно ожидать Согласен И к этой же теме Я просто Это была половинка темы К этой же теме У нас есть еще одна Половинка темы С нашего сайта Ты можешь перейти Чувак на перешел Чувак в комментариях Дмитрий Очень любопытный Любознательный чувак Горит пишет Я нашел вашу пасхалку Если ее так можно назвать Со всеми вашими ссылками На чем сделан сайт Хостинг и так далее Не знаю Находил ли кто-нибудь И как бы Он говорит Что в футере сердечко Можно нажать Прикинь У нас Прикинь Давай продемонстрируем Что будет Или мы сейчас С тобой наоборот Раскроем секреты Не надо было это говорить Да ладно Мы уже с тобой Решили это сделать Поэтому Все вот Маски сняты Да У нас в футере Сделано с любовью В Челябинске Так скажем Сердечко Нажимаешь на сердечко Открывается И вебизайн точка Рус Слэш Хьюманс Текст И собственно Здесь Это такое Я вот Я бы сказал Это Тренди Так делать Точнее Так наверное Делали еще В 1998 Но кто так делает Это прикольно Потому что Ты же тоже Это откуда-то брал Это же тема Какая-то Хьюманс Текст Ну об этом Много Кто говорит На самом деле И на Смошен Магазинс И Крис Койер Об этом говорил У дизайн Мода Такое было Да В принципе Кулкидз Они так делают Они так делают И можно здесь В принципе Написать Всякое Можно даже Какие-то Прикольчики Написать И чуваки Которые найдут Они поржут И они будут Уже к вам Относиться Более Так С позитивом Пишите В комментариях Примеры Своих Юманс Текст Может быть Вы их Только после Этого выпуска Сделаете Может быть Мы вас Вдохновим На что-то Да Так что Вот такое Небольшое Небольшая Такая оттенка Про то Что Как Как писать Место автора И вот Футери Как Следующая Тема Google Позволяет Конвертировать Прикинь У нас Называется Смешное Название Как будто Знаешь Он мне Сейчас Позволяет Конвертировать Мою валюту Например Но валюту То он Давно Позволяет Конвертировать Не в прямом Конечно В переносном смысле А вот Теперь Можно Короче Короче Конвертировать Для дизайнеров Сейчас новость Конвертировать Between RGB And Hex Values Прикинь Блин Что я хотел То есть Давай продемонстрируем Утятам На экране Утятам Напиши Напиши В гугле RGB To hex Так Сейчас RGB To hex Есть Жмякаешь И у тебя Должна такая Хрень Вывалиться У меня У меня нету Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо И вот, собственно, на скриншоте мы можем наблюдать именно уже обновленный дизайн. Видимо, в обновленном дизайне, да, если у вас вдруг долетело до вас. Да, кстати, пишите в комментариях, если у вас долетело. Делитесь с нами, рассказывайте вообще. Да, RGB хтухекс пишешь. Хех. Хех. И у тебя появляется такая дополнительная панелька, вот такой вот как бы сниппет, который вываливается. И ты можешь спокойненько, спокойненько RGB-шный код, то есть прям возякать там, как обычно по палитре. И все это в хекст. Я думаю, что если нажимаешь Show Color Values, там можно ручками вписывать. Конечно, конечно. Чтобы как бы, ну... Потому что без ручек никуда, потому что тебе как раз надо по-быстрому какие-нибудь что-нибудь перевести. Да, потому что возякать ты как... Ну, как ты будешь возякать? Если это конвертер, то он подразумевает, что ты либо одно, либо другое можешь ввести и получить опять же, либо одно, либо другое, второе. Да, ну вот такая прикольная хрень. То есть Google и для дизайнеров старается. Ну, как сказать, эти-то... Ну, там же уже можно всякое писать, типа там 20 километров в миле. Да-да-да. Это-то давно уже можно. Это тоже, кстати, дизайнерам надо, а не 20 километров. Да, и тут сразу вот длина у меня. Можно писать. То есть тут сразу уже именно формочка появилась. Да-да-да, сниппет такой опять же. Его можно там ярд из ярдов в дюймы перевести. 20 ярдов это 720 дюймов, чтобы вы знали. Ну да, но я думаю, все это знают наши подписчики, наши слушатели. Переходим к следующей теме. Это предпоследняя тема из социальных. И она такая, знаешь, как тебе сказать? У нас вот такие темы обычно в научпопе. Но сегодня они почему-то в социалках. Но неважно. Тема про смерть телефонного звонка. Тема на The Idealist. Так. И, короче, это перевод, как я понимаю, оригинал со Slate какого-то сайта, Slate.com Здесь все про то, что очень длинная статья, очень длинная статья, но все об одном. О том, что никто больше не звонит. И здесь очень так грустно. Здесь чувак, который пишет, точнее, Тимоти Нуа. Это не тот Тимоти, который тот. А вот другой. Тому-то Тимоти похрен, но он точно не звонит. Хотя. Да. Говорит, что в 96-м вот этот вот Slate, который был образован, то есть журнал, как я понимаю, или что-то там, ресурс. В то время, в 96-м все до хрена звонили по телефону. И значительную часть дня практически разговаривали. Телефонный бум был, ты имеешь? Телефонный бум был. Базарили. А сейчас, в 2016-м, когда Slate празднует свое 20-летие, телефонный звонок штука из прошлого. И говорит, мы вернемся опять же в 2007-й, который нужно вернуть. 31-го декабря, впервые американцы отправили больше текстовых сообщений, чем совершили звонков на своих мобильных телефонах. Вот тогда, вот тогда. 2007-й, айфон вышел. Айфон вышел. Причем 31-го декабря, это практически под Новый год. Поздравляли. Реально, да. То есть, смс-ки так бомбили, что звонки, да, наверное, звонки просто вырубились нахрен. И тут такое, знаешь, тоже интересно, но тем не менее. смс-ок было больше, сообщений было больше, и к тому времени чувак, Нильсон, я не знаю, Лесли Нильсон или какой, подумал, что все, телефонный звонок умер. Осенью 2007-го, то есть, чуть пораньше. Тогда приходилось в среднем, среднемесячное количество текстовых сообщений на одного, получается, уникального чувака 218. 218. Это значит, ты в день должен отправлять по сколько? Ну, давай посчитаем, что по 7. По 7? По 7? Да, по 7. По 7 сообщений в день, ну, окей. Окей. Если считать мессенджеры, это прям 0. Мессенджеры вообще лучше, да, не считать. Ну, понимаешь, Лесли Нильсон именно так и отправлял по 7 в тот раз. Да. Ну, в 2007, конечно, там такие мессенджеры, я помню, раскладушка была еще. Ну, хотя, слушай. Айфон вышел, но еще раз. А, нет, в 2007-м-то уже не было, я уже почему-то думаю. Но это, это школа, это какой-то там, какой класс? Последний. Типа 11-й. Да, нет, у меня уже только что-то было покруче, типа сам Симонса. Да? Да, а у тебя что, айфон уже был тогда? Нет, айфона не было, точно Сименс был. Ну, да, смотри, Симонса X65, как сейчас помню. Окей. Дальше, короче, что пишут? Жизнь без телефонных звонков дело одиноких, прикинь. Я не знаю, к чему он. Есть еще такой перевод, если честно, очень казенный, на идеялисти. На тебе, тем не менее, тем не менее. В смысле, если ты одинокий, тебе никто не звонит. Это понятно. Но я достаточно, если я, допустим, и не одинокий, и не одинокий, мне все равно никто не звонит, потому что, собственно, звонки-то умерли. Что еще пишут? Тут очень много, он все там усолит. Там была очень интересная хрень, про то, что, короче, телефоны были придуманы для того, чтобы делать дела, двигать движение. И вот, в 1876, 10 марта, то есть, очень давно, очень давно, господин Белл, который, собственно, придумал всю хрень, телефонную. Позвонил своему чуваку, которому он помогал, своему коллеге, но именно поможешь, и скаму, ты зайди ко мне в кабинет, вот так. Это был первый звонок, а сейчас, по телефону, телефонный звонок, считается, какая-то тревога у тебя вызывает. То есть, в основном, у нас сейчас телефонный звонок, это что-то срочное, что-то такое, прям неотложное. Прям, да, потому что обычно, ну, напишет, когда увидит, ответишь, там, туда-сюда. Да. То есть, сейчас телефонный звонок воспринимается вообще по-другому. И там, он говорит, что многие всякие иконы поп-культуры, там, практически умерли из-за этого, там, какие-то рассказы, фильм Альфреда Хичкока, там, там, где все звонили, видимо, в случае убийства набирайте М, вот такое. Я думаю, все наши хипстеры, которые нас слушают, и любят режиссуру, или там, какие-нибудь произведения, они это знают, все хрень. Ну, далеко не надо ходить, фильм «Звонок» назывался, ужасный. Кстати, да, сейчас бы это был телеграмок, ватсапок, ватсапок, да, вайберок. Вайберок, действительно. Ну, вот такая пространная тема. Я могу от себя, например, рассказать, мы же мнение от своего сказа, про Google и Hex Redactor что-то не высказали, но неважно. Так вот, до какого-то недавнего времени я тоже не любил звонки, у меня всегда телефон был на беззвучном режиме, я не любил звонки, не любил, когда мне звонят, потому что это на самом деле ведет, ну, мне кажется, это от того, что люди закрыты и более стали. Им комфортно уже вот общаться в тех условиях, которых они хотят, то есть там в мессенджере где-то еще, их никто достать не может, так, они как бы чувствуют, можно подумать между сообщениями. Да, они некоторую защищенность чувствуют и вот когда я даже не помню, с чем связано мое увлечение опять телефонными звонками, ну, кстати говоря, я-то здесь думал, когда статью эту прилагал, что типа все звонят уже по WhatsApp, в смысле, что именно сотовые звонки ушли, а звонки через интернет пришли. А тут-то нет. А тут ты видишь именно про сообщения, поэтому я-то, я готовился и на то отвечать, что я незаметно стал видеть, что вот на 10-й прошивке уже мне звонят не сотовых, а WhatsApp аудио везде написано. Я думаю, блин, что-то с нами стало, что-то с нами произошло, ну, тут интегрировали просто, что теперь они выглядят как обычные звонки, звонят как обычные звонки. Ну, в общем, да, если отвечать все-таки на эту статью, то это от того, что люди более закрытыми стали более эгоистичными, более, так скажем, эгоцентрированные и они уже хотят общаться именно так, как они хотят. А звонки это прям, ну, и ленивыми, звонки же реально заставляют что-то делать. Сорвись, подойди ко мне. Вот Белл, он прям заложил основу звонков. Звоноку это побудительно, это алло, подойди там, или алло, сделай, или алло, а ты там это. И люди перестали хотеть что-то делать. Может быть так. Ну, и с каких-то пор я просто решил, что не-не-не-не-не, так жить нельзя, надо быть открытым человеком. То есть, если мне звонят, значит, хорошо хоть звонят, потому что, как тут у нас написано? Потому что могут не звонить. Жизнь без телефонных звонков дело одиноких. Вау. Ну и да, чувак тоже, на самом деле, сильно тоскует по тому времени. Видимо, любит звонить. Говорит, у меня, говорит, дома дети, допустим, сидят. И, говорит, ни слова могут не проронить, просто весь день дома дети сидят. И вообще, тишина абсолютная. Раньше бы они просто базарили по телефону, знаешь, как девочки это любят делать. Любили, по крайней мере. Ну это опять же по доктору Савеллио, который мы в тот раз упомянули, которого все обосрали в комментариях. Ну не все один чувак, по-моему, может двое. По нему это все способ, так сказать, реализовать свою половую функцию. Когда ты много звонишь, много пишешь, ты шансы увеличиваешь просто. Вот он хочет, чтобы увеличивали шансы конкретно по телефону. Ну да, на самом деле, к сожалению, мессенджеры не менее их увеличивают, поэтому да, это просто вкусовщина человека из Slate, который писал эту статью. Да. Окей, окей, можно дальше расти профессионально, у нас сейчас какая-то супер тема. Нам Ник Бомбалеич, наш старый знакомый, предложил тему. Я так понимаю, это какая-то мегаплан рассылка, потому что там внутри чувак представляется редактором мегаплана. Мегаплан. Окей. Статья называется Мастерство. Почему никто не ждет от вас ничего особенного? Это сейчас что-то будет такое мотивирующее, умное? Довольно-таки да. Мотивирующее, умное он писал еще в прошлый раз, потому что здесь он прикладывает статью, что я, говорит, месяц назад написал в блоге резкую статью о карьере. И тут есть ссылка к нему на Максим Иль... Максим Ильяхов. Максим Ильяхов, понял, во. Рано расслабляться. И там он, видимо, просто рассказывал о том, что надо дохрена реализовывать, там... Забивать голы. Да, да, забивать, да. Зарплаты зарабатывать большие, там, стремиться на Бали, в Таиланд, нихрена не делать, там, и так далее. Так нихрена не делать или зарабатывать? Ну, в смысле, дохрена зарабатывать и что-то как-то реализовываться, видимо, что потом... Чтобы потом нихрена не делать. Скорее всего так, потому что там он в конце еще рекламирует свою книгу «Мастерство». Так, ладно, допустим. Ну, так вот, статья получила та самая, резкий отклик в интернете, потому что общий от анализа была такая, какой мерзкий манифест карьериста. Типа, вот фу-фу-фу так жить, вот, типа, ты всю жизнь будешь пытаться реализоваться, так и не реализуешься, еще и говна поешь за всю жизнь, типа, нихрена не поживешь. Так и сдохнешь этим карьеристом. Да. И говорит, я вот должен объясниться. Он на сраном сайте достаточно пишет. Он это пишет на веб-версии рассылки. А, окей. Это мы видим письмо. Да, мы видим письмо. Причем он пишет, что с учетом того, насколько большой отклик мы получили на статью «Поколение Y» на блоге Мегаплана, он решил, а там именно как раз если вам 25, «Кризис поколения Y» в России и США». Кстати, надо будет прочитать. Тут, скорее всего, что-то интересное. Но неважно. Типа, нет лучшего места, как на Мегаплане это написать. Окей. В принципе, пишет, я мысли, типа, черпнулся работать в Мегаплане и так далее. Первый тезис. Никто не хочет, чтобы вы росли. Хоть и может показаться неожиданным, но работодатели и заказчики не озабочены вашим ростом. Потому что, на самом деле, любые бизнес-процессы и так далее, они рассчитаны от всех постоянных. Вот если у нас есть постоянно два дизайнера, постоянно два разработчика, и они постоянно выдают одну и ту же работу. Угу. если вдруг внезапно кто-то начинает расти и в два раза быстрее работать, уже бизнес-план другой. Уже надо все переделывать, уже, ну, то есть, до хрена всего. И сотрудник обычного предприятия это всего лишь часть системы с определенной ролью. Фирме нужно реализовать функцию продажи, нанимает менеджера по продаже. Пока он продает, выполняет план, компания не имеет к нему претензий. Никто ведь не ожидает, что через год он станет руководителем отдела. Или будет продавать в два раза больше. Как бы это им похрен. Этого нет в бизнес-плане. Для интереса они могут добавить бонус за перевыполнение, но если нет, ничего страшного. Чтобы расти на таком предприятии, сотрудник должен сам искать себе приключения. Причем, зачастую, такие приключения еще будут, да не, может не будешь, может ну его нахрен, да не, не надо там, и так далее. То есть, в принципе, влезать в какие-то новые проекты, как в советской поговорке инициатива наказуевых. Тебя еще и скажут, ты чувак, давай лучше ты не высовывайся, мы тебя вот сейчас премии еще лишим. Поэтому, когда человек любит свое дело, быстро развивается, он скоро перерастает. Должность решает двигаться дальше. Если компания его не повышает, а в большинстве случаев не повышает, потому что у тех людей, которые на должностях повыше, у них свои дети есть. Как в том анекдоте, да, про генерала? Так. Поэтому обычно уходят после этого люди, потому что гораздо спокойнее компания, когда сотрудник просто много лет сидит в своей должности, выполняет план. И все вот движется согласно планированию. Это в равной степени касается, между прочим, мы же здесь веб-программист. Касается и просвещенных творческих фирм, дизайн-студий, архитектурных бюро, инженеров, программистов, рекламщиков. Никто не хочет нанимать дизайнера, заранее знаешь, что через 5 лет он уйдет открывать собственное бюро. Поэтому творческих людей заманивают в компании страховками, иксбоксами и печеньками. А знаешь зачем? Чтобы их, так скажем, опоить иксбоксами и печеньками, чтобы они не росли никуда. Как уколами. Как уколами, да. Я знал, что это будет, но почему-то все равно было смешно. Так вот, и здесь сразу печеньки, что типа фу-фу-фу, что другим ничем привлечь не можете, нормальных людей. И все, и люди начинают гнить в этих всех офисах, не развиваются и так далее. Кроме этого, обучать и развивать сотрудников это дорого. Только зашиточные компании могут это себе позволить, они открывают спецотделы, которые организуют, оплачивают обучение сотрудников. Причем с оговорками. Вот, ну, в большинстве компаний, если есть какое-то обучение, вот, Георгий, наш общий с тобой знакомый, он работает в компании, которая медтехникой занимается. И его обучают в Германии, да, кроме шуток. Но. Прям посылают, в смысле командировки. Прям посылают, да, оплачиваемая командировка с обучением и дают контракт, ой, сертификат, который действует два года, что он там сертифицированный специалист по такой-то технике. Но. За это его обязуют проработать в компании еще минимум три года. То есть два года с сертификатом, а потом еще год просто так, за то, что они его типа учили. То есть, ну, вот здесь написано, что в крупные московские интеграторы, один, оплачивает, причем половину стоимости курсов, даже не целиком. Но при увольнении удержится вас сумма оплачиваемых курсов за последний год. Если хотите увольняться, за последний год не учитесь за его счет. Если фрилансер, то же клиенты как бы особо не хотят, что вы стремились к росту. Потому что им вот нужна ваша цена и качество данная. Если вдруг вы начнете делать лучшее качество, вам больше не заплатят. А вы не захотите делать за ту же цену, и в результате у вас расстроится, так скажем, вся работа. Ваши друзья и коллеги тоже не хотят, чтобы вы росли. Потому что вы, на их фоне, они хуже будут выглядеть. Да. Точнее, на вашем фоне они заговариваются. Короче говоря, если вы вдруг начнете переть, они от вас дистанцируют, с вас тем не будет. Ну и здесь сразу написано. Со времени школы мы постоянно в окружении одноклассников, однокурсников, коллег, клиентов. Окружение мощно влияет на поведение. Если в институте все одногруппники курят на крылечке, нужно ведь стальной характер, чтобы не закурить. Представьте себе. Так. Ну и здесь прям шуточка даже. Окружение влияет не только на поведение, но и на мировоззрение. Если все, кого ты знаешь, работают в офисе за 30 тысяч рублей, покупают айфоны в кредит, ходят в клубы по пятнице, я буду казаться, что это нормально и так положено. Ты не задаешь вопросов, не ищешь новое место работы, зато идешь в пятницу вечером в клуб, стоишь вот в этой очереди. Здесь картиночка в очередь в московский клуб джипси. Окей. Москвичей, напишите, джипси это круто или нет, хотя, судя по людям, это ни хрена не круто. Там как-то еще все смазано. Ну вот, да, напишите про этот клуб, почему вообще. Фотограф Олег Бармен или Бармен, и там есть даже статья на LiveJournal, видимо, как раз про клуб джипси. Но я вот хочу, чтобы в комментариях нам написали, блин, чуваки. Короче, кто клубится, пацаны, в джипси, напишите там, что как, можно нормально. Можно ли нормально отдохнуть? Выхватить можно там? Так вот. Ну и, короче говоря, если ты крутишься среди предпринимателей и миллионеров, начинаешь думать об уходе с работы в собственный бизнес. Ну вот, к сожалению. Представляешь, ты такой, короче, у тебя все друзья в клуб идут и 30 тысяч получают, а ты среди миллионеров крутишься каким-то образом. Ну вот. Возможно, ты тогда девушка и, возможно, ты там крутишься с каждым миллионером. Ты в Феррари у миллионеров крутишься, а потом тебя высаживают. Около джипси, возможно. Да, да, да. Так вот. Но окружение может как тормозить, так и стимулировать профессиональный рост. Это очевидно. Какими людьми себя окружить? Ваша ответственность. Никто, кроме вас, не решит, кого ты нахрен пошлешь и с кем ты пойдешь в джипси. Конечно. Надеюсь, методы здесь пишут, что если вдруг вы начнете делать круто, то вы будете требовательным к коллегам. Типа, будешь подходить и говорить, слушай, ты вот тут скобку не закрываешь. Слушай, ты сам-то закрыл, так как же закрыл. Я поэтому и стал видеть, что ты не закрываешь. Все, вот это. Нет, конечно, закрываешь с миллионерами, то все, кручусь. Кручусь. Так вот. И я тут, ну, конечно, я тут 30 тысяч зарабатываю в джипси хожу, а ты с миллионерами крутишься. Так вот. И на самом деле здесь вот чувак пишет, что я вот из принципа не берусь за проект, где пишет только текст. Ну, он, я так понимаю, какой-то редактор, главный редактор мегаплана. Ну, видимо, да. Если я, говорит, работаю над сайтом, то он управляет и дизайном, и контролирует разработку. Если он ролик делает, то он и пишет и сценарий, и монтаж проверяет. То есть он все хорошо контролирует. Иначе, говорит, он не может выпускать хороший продукт, а у него принцип такой. В принципе, здесь расписано так классическое, классический случай, как работает средненький дизайн студии. Они рисуют макет, клиент его не принимает, а через еще несколько непринятых макетов начинают управлять дизайнером в ручном режиме. А вот сделайте логотип побольше, а телефон крупнее, а вот тут кнопку более выпуклую. Дизайнер сначала сопротивляется, но потом теряет волю к борьбе и делает все по указке. На выходе позорная работа, которую клиент принимает, просто потому, что сам же фактически ее сделал. Хорошая студия в этой ситуации докапывается до истины. Почему клиент захотел сделать именно такой дизайн? Может быть он переживает, что новый дизайн не будет продавать? Или у него было свое представление решения и он не готов от него отказаться? Профессионализм дизайнера не в том, чтобы нарисовать красивые картинки, а в том, чтобы вникать в проблемы клиента и уметь их решать. Но это мы уже неоднократно говорим, что дизайнер это не чувак, который рисует, это чувак, который решает проблемы. И на самом деле хорошие, в принципе, специалисты в своем деле, они все начинают брать в свои руки и говорят, блин, вы можете прям вот, если вдруг работаете с такими подрядчиками серьезными, примерно все так и будут говорить, никто не будет идти у вас на поводу и скажет, блин, чувак, у меня таких, как ты знаешь, сколько вон там в плане, в трелло в моем, задачи висят, что как бы вот ты точка на моем радаре и мы иначе не будем работать. Средничок это ок. Ну и здесь грустная история. Средники дизайн студии делают средники сайты, которые генерируют средненькие продажи. Простой российский менеджер обслуживает эти продажи с 10 до 8 за 30 тысяч в месяц. В обед он идет в простую российскую столовую, чтобы пообедать простыми российскими блюдами. Вечером домой в Марьино, а там куда-нибудь посмотри панельные дома со средненьким жильем. Картинка из Марьино есть. Угу, мое Марьино РФ. И ничего, трагедии нет, простой российский менеджер каждый год ездит отдыхать на море, радуется жизни с детьми, собирает фотоальбом, покупает иномарку в кредит, делает ремонт. Заменяют при редизайне, компания закроется в очередной кризис, и средний менеджер выйдет на пенсию. Квартира придет по наследству, и в ней сделают новый ремонт. Фотоальбом потеряют при переезде, иномарку продадут. Там, где раньше была одна среднестатистическая семья, через 50 лет будет другая, такая же, и нет в этом ничего страшного. Так устроен мир. И здесь нам Максим, да, я правильно, по-моему, помню, он нам говорит, что вот стать мастером в своем деле это хорошее решение, но не единственное. Дескать, не хотите, ну и не делайте. Помимо работы жизни много других вещей, здоровье, любовь, семья, дети, дача, грибы, каток. Помощь пострадавшей в Крымске, он здесь ерничать себе позволяет. Гитара, балк. Да. Если быть в среднем работе, на все это вполне хватит времени, жизнь длинная, карьера это лишь часть жизни. Ну, он говорит, вы отвечаете только перед собой. Вы просто хотите стать кем-то или не хотите стать кем-то? Здесь сразу примеры. В возрасте Максима, Стив Джобс и Билл Гейтс уже были владельцами огромных компаний. Моррисон и Хендрик с легендарными музыкантами. Артемий Лебедев уже создал свою студию дизайн. У нас с ними было одинаково лет, дней, часов и минут, чтобы стать теми, кем мы стали. И он пишет, что я выбрал стать редактором, а они выбрали стать владельцами компании. Потому что с этим идет и ответственность, и то, что ты усираешься, там, по ночам что-то делаешь и так далее. Большими музыкантами и дизайнами. Для этого они преодолели колоссальное сопротивление мира. Чем-то пожертвовали, чего-то недополучили. Когда-то им было тяжело и некомфортно. Они бы не справились, если бы сделали это ради кого-то другого. Они делали только ради себя. Стать мастерами был их личный выбор. Ну, здесь он, конечно, рекламирует какую-то свою школу стажеров, опять же, книги, мастерство и так далее. Но вообще статья довольно жизнеутверждающая. Согласен, согласен. Вот давай, Никита, свое мнение в двух словах. Ну, а здесь же, как бы, опять же, написано все круто. То есть, я все понимаю. Но здесь, знаешь, он не копнул в сторону того, что а надо ли становиться крутым чуваком. То есть, он говорит, понятно, что все выбирают. То есть, ну, здесь вот вот этой философии мне как-то не хватило до конца. Ну, я ее опустил немножечко в криминальном смысле. Не стал всю зачитывать. Ну, и он пишет, что есть люди, которые хотят быть средними, конформными и обычными. Потому что для этого есть все условия. И уже есть клубы, есть уже кредиты на иномарки и ремонты. То есть, да, в принципе, делать-то ничего не надо. Если захотеть быть таковым, ну, как бы, это легко. Но вот если захотеть быть чем-то крутым, то нужно просто осознать, что ты это делаешь только ради себя, ради своего чистолюбия. Ну, и здесь, опять же, хочется вспомнить, что когда говорят, что лень двигатель прогресса, это бред, потому что если бы лень была, то все бы ленились, ни хрена не делали. А вот уже чистолюбие, двигатель прогресса, в это уже легко поверить. Люди просто хотели выпендриться, что-то сделать и потом как-то с этого что-то поиметь. Ну, прикольно, прикольная статья. Переходим к блоку WordPress, не менее прикольному. Тут-то вообще жизнеутверждающие. Тут три таких у нас новости с WP Tevern. Я буквально пробегусь по ним, потому что уже как бы мы два часа в эфире практически, час пятьдесят пять. WordPress 4.7 будут доступны разработчикам действия с несколькими объектами. Дополнительные, кастомные. Все мы знаем, что можно выделить несколько постов, переместить их в корзину. А теперь мы сможем через специальный API добавлять действия типа отправить email Эрику. Картману? Возможно. И анальному зонду. Поэтому... Ну, здесь Эрик Эндрюй Льюис нам рассказывает об этом, поэтому он вот себе хочет их отправить. Я так понимаю, что еще шесть лет назад был тикет, в котором чуваки просили это сделать. И, в принципе, есть плагин Custom Bulk Actions, который это все реализует. Ну, вот теперь в ядро хотят добавить с помощью крутого какого-то API. Почему бы и нет? И я думаю, там массив просто какой-то будет с айдишниками, как минимум. А там мы уже можем как-то их обрабатывать просто и все. Поэтому ждем, надеемся. Следующее. Disable Specific WordPress Update Emails. Вот надоело вам, наверное, типа сайт такой-то обновился до версии 4, там, 6, 5. И вы таки хотите это выключить. И для вас специально появился плагин Control VP Core Emails, в котором вы можете отключить некоторые эмейлы. Вот здесь смотрите. Success Manual Failure Critical. И если вы поставите галочки, скриншот выйдет от нашего уважаемого зрителя, слушателя, просто представьте себе, что можно наконец-то избавиться от этих писем. Хотя они на самом деле не такие частые, чтобы от них избавляться. Но, видимо, если уже жжет в одном месте, то можно с помощью этого плагина. И последняя новость из рубрики WordPress. WordPress.com, самозахостенные сайты от Automatic, которые платно предлагают многие услуги, они накатили новые улучшения для АМП. Google АМП Accelerated Mobile Pages. Теперь можно прямо в кастомайзере, простите за тавтологию, кастомить, как будет выглядеть ваши АМП-страницы. И они, естественно, добавив это на WordPress.com, про апдейт или плагин, который АМП, который у нас на UAP-дизайне, например, тоже используется. И там теперь можно это все делать. Поэтому, если вы пользуетесь этим плагином, то знайте, что теперь в кастомайзере у вас появились опции АМП. И там можно менять Header Text Color, Background и цветовую схему. Пока не густо, но вот картинку еще, наверное, можно было бы менять. Но, по идее, сейчас она ловится из сайт-лого. Так что, вот-вот, да. Окей. А дальше у нас научпоп. Научпоп. Есть в этот раз. Есть, и немного, но есть. Yahoo с 2015 года сканирует содержимое электронной почты своих пользователей и передает полученные данные ФБР и АНБ. И тут охренеть, на самом деле. По эксклюзивной информации информагентства Reuters, компания Yahoo с 2015 года это не так давно на самом деле. То есть, они не то, чтобы, знаешь, спокон веков следят, но с 2015 года, видимо, когда их приезжали, но агентство Reuters так думает, а может быть, они из 2007-го. Хрен его знает, да, с 2007-го, может быть, вернуть хотят. сканируют электронную переписку пользователей своей почты и передают полученные данные ФБР и разведку США АНБ. Сканирование осуществляется при помощи специально созданного для этого алгоритма, то есть, там все написано для этого, все сделано. И, между прочим, тут палево, знаешь, какое, я сейчас просто хочу немножко проскроллировать, там в какой-то момент главные пацаны, типа, там, Apple, Google, Amazon, они иск, короче, подали, что, типа, вступили с суденным иском, что вместе с Microsoft'ом тоже, во главе даже с Microsoft'ом, что надо ограничить вообще права спецслужб на получение тихих ордеров, вот таких вот, чтобы по запросу, типа, беспалево, там, чё, кто чё читает. Вот. И как раз в тот момент Yahoo отвалилась и сказали, не, не, вы сами-сами, а мы тут, мы сами-сами. Поэтому Yahoo, они такие, пацаны, и тут даже... Они легли под спецслужб. Да, да, они, возможно, в Джипсе там чё-то повстречали сначала. Согласен, да. Да, и вот Эдвард Сноуден, между прочим, такой известный чувак, пишет в Твиттере у себя, типа, чё, используйте Yahoo, да, а у нас там, а у них там жесть. Идите и закройте свой аккаунт, он говорит. Да, да, но он-то такой, он, мне кажется, там всё закрыл вообще, он, возможно, настолько... У него там не то, что вебка заклеена, она, возможно, в два скотча, не в один. Не нужно в Телеграфе Твиттер строчит. Да, да, да. Прям ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И с почты России ему тётки в Твиттер пишут просто и всё с верифайд аккаунта. Да. Потому что я не знаю, какой ещё способ бы он избрал. Я согласен. Окей, давай, короче, к темам слушателей. Мы сегодня выбрали три темы слушателей. Ну, на самом деле, их было больше. Часть из тех, которые мы обсудили, тоже слушатели. Ну, как-то вот что-то я, ну, не всех перенёс в конец. Я как-то попытался разбить по всё-таки этим разделам. Да, да. Если вы себя услышали, то круто. Предлагайте ещё темы. Обязательно посмотрим, послушаем. А теперь сразу то, что мы читаем с сайта. Конкретно у нас. Я вам напомню, что можно на eubesign.ru slash donate, хотел сказать. Но и там тоже можно. Но на eubesign.ru в сайт-баре оставлять темы к подкасту. Мы их, возможно, посмотрим. И вот, окей, сплин-коут. Прокомментировал. А этот чувак, мы его давно уже здесь не видели. Вот он и пишет, что почти два месяца не писал. Я, как обычно, sleeping code говорю. Потому что я сам уже sleeping code, поэтому вот sleeping code пишет. Тут достаточно, как обычно, как он любит. Ну, он сначала напомнил нам, что он устраивался фронт-эндером. Напомнил, да. Напомнил свою историю, что наверняка все в теме, все, кто слушали подряд, что вот он устраивался фронт-эндером, работает и учится в это время. То есть он учится чуть ли не там на третьем курсе, по-моему, да. И у него, во-первых, первый вопрос сразу. То есть он учится, ему в университете говорят, ты это, мы тебя никак не освободим, ты, конечно, работаешь, но к нам ходи на все пары. Да, это твои проблемы, что ты работаешь. Да, и у него первый вопрос. Что думаете, стоит ли устраиваться на работу программистом, будучи студентом? А тут, я считаю, по Максиму. Ты сам для себя решай. Я согласен. Если ты готов терпеть лишения, то да. Да, это еще надо, чтобы тебя взяли программистом. Если тебя взяли, ты уже молодец. Ну, его вот взяли, судя по всему. Он там стажировался, он написал, что он за июль-август получил знаний больше, чем за три года обучения. А так бы, представляешь, ты бы сидел бы на жопе. И не делал бы, и деньги не получил бы, и опыта бы не было. Ну, это такое, это вот если ты вывозишь, вот как мы сейчас не делаем с Никитой. Не, мы сейчас вывозим, я сейчас сижу, 20 минут первого, вывозим. Ну, вот да. Поэтому я считаю, что это каждый человек для себя сам решает. Я вот на данный момент и работаю, и учусь в магистратуре. Тяжко, это свидос. Да, вот. Дальше следующий у него такой небольшой абзацик. Он рассказывает про то, что он все в Яндекс, короче, мечтает устроиться. И реально он подавал там, практически, хотел попасть на стажировку, платит 40 тысяч. Вроде как, даже какое-то типа, ну, не собеседование, а какое-то типа тестовое задание ему дали. И там действительно было задание практически не по фронт-энду, хотя он был фронт-энщиком, а хотел фронт-энщиком, а задание про какое-то математическое задание. Как найти коротчайший путь в ориентированном графе. Да, он его выполнил все равно, то есть как бы вспомнил какие-то свои знания из университета, тем не менее, и которые, я напоминаю, ходить не надо в которые. Вот, какие-то знания вспомнил все-таки из университета, да и я, по-моему, даже чуть ли не в 11 классе были какие-то графы, но я сейчас... Да нет, у нас дискретная, просто мат-логика и теория алгоритмов была. И там тоже. Это да, да. И он что-то вспомнил, но этого было недостаточно в Яндекс, поэтому он немножко подзабил, его туда не взяли, но, тем не менее, 40 тысяч в Яндексе обернулись ему зарплатой в 50 тысяч на обычном рабочем месте. Он подумал, вот, а какого хрена, почему так вообще? Он спрашивает. Почему платят в маленьких компаниях больше, чем в большом Яндексе, например? И стоит ли вообще туда, типа, соваться в Яндекс? И он даже там с чуваками говорил, типа, с которой там, опять же, остановились в этой маленькой компании, типа, а что ты вообще в Яндекс не хочешь, например? А те говорят, да нахрена, у меня тут получают большие бабки и спокойно живу и не паюсь. Ну, сразу же хочу сказать, во-первых, в Яндексе заинтересованы, шиб ты рос, потому что вдруг ты сделаешь какую-то инновацию, а Яндекс я себе припишет. Тебе как бы потом накатит баблинское, но по факту разработка будет яндексовая. А в мелких компаниях никто не заинтересован, шиб ты рос, и поэтому там тебе сразу нормально платят, но больше тебе никогда и не заплатят. Ну, в этом плюс, да, уйти в Яндекс. Но есть еще и плюс, если ты в маленькой компании, мы до хрена таких примеров знаем, типа Умпуту, но он же работает не в очень большой компании. Они, конечно, там чуть ли не первые на рынке, но тем не менее, они не очень большая компания. Не где-то на в Гугле, он мог бы в Гугле наверняка работать. Сто пудово. Да, но в маленькой компании чувак все равно развивается, тут уже зависит от тебя, опять же. Согласен, согласен, да, но мы про русские реалии, а у нас вот тут сложно. Да, ну и последний абзац. Просто тут еще я скажу, вот эти чуваки, которые сказали, что зачем-то, они-то уже как раз середнячки, так скажем. Да, те самые, да. А их уже все устраивает, и в этом, опять же, нет ничего плохого, это от мозга зависит, от того, как ты уже, какие у тебя там поля под поля, я все об этом уже буду. И просто, ну, если ты хочешь, можешь, то иди, пытайся в Яндекс, только, опять же, ты в метапрограммисты главное не превращаться, и вот в того чувака из диалога про Джаваскрипт. Да, да, да. Потому что на полном серьезе это все удел таких чуваков еще бессемейных. Когда у тебя семья, тебе, как правило, уже сил не остается, там что-то развиваться, делать и так далее. Поэтому тут, тут сложно. Он пишет в последнем абзаце, говорит, знаете, наверное, Андрея Романова, этим летом он был на конференции в Muscle.js 33, что-то там. Сразу видно, что человек знает там свои цели, бла-бла-бла. Но вот... А какие цели, интересно? Ведь мы не знаем, кто такой Андрей Романов. Да, и какие цели, непонятно. Но тем не менее, может быть, говорит, мы метапрограммисты? Может быть, надо в мои, типа, года уже там быть хрен кем? В Facebook устраиваться и т.д. и т.п.? Да при чем здесь года там? Ну, это все воля случая, поэтому непонятно вообще. Ну, вот такая тема. В общем, я, кстати, прочитал заметку Андрея Романова еще тогда, неделю назад или когда-то, когда нам это предложили. Так. И там как раз хождение по мукам. О том, как он был в разных компаниях, какие ему вопросы задавали. И о том, как вот он ищет лучшие печеньки, я так понял. Ага. В наших компаниях. И как бы даже непонятно, что он... Вот у него сплинкот нам пишет, что сразу видно, какие у него ориентиры, а я не понял, какие ориентиры. Никаких. Повыпендриваться, что ты был на собеседовании или в каких-то компаниях, хрен его знает. Непонятно. Окей. Еще следующая тема. У нас эта тема проплачена, я вам сразу скажу. Причем, как проплачена? Даже не деньгами, а печеньками. Потому что это пишет наш бывший соучастник. Бывших соучастников не бывает. Не бывает. Это наш теневой соучастник. Теневой, как, да, как бизнес, как рынок. Саня Ефремов, который с нами начинал делать его дизайн, собственно. И он пишет, чуваки, как вам видеоряд на бэкграунд сайтов? Прикладывает freshlanding.ru, вот это точно не реклама, к сожалению. Может быть, фрешлендинг нам бы занесли? Я помню, он про эти фрешлендинг тысячу лет назад говорил, и он, по-моему, чуть ли не фрилансер даже для них. Да, короче, основной вопрос, просто Саня не очень... Вон же двери делал. Да, да, да. Саня не очень, как бы, изъяснился, понятно, но тем не менее, вопрос такой, типа, круто ли делать ну, круто в том смысле, что хорошо или плохо, опять же. С точки зрения UX и прочих всяких вопросов делать бэкграундовые видосы. Да, видосы. Вот на freshlanding это можно наблюдать, как там чуваки пишут, 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 а поверх них текст. Вот. И надо как-то наше мнение сразу сказать. Круто или нет? Я считаю, что это тренди типа. Ну, оно такое тренди. Это чувак из 2016-го, он бы сказал бы, не, оно 2015-го. Да, да, может быть и такое. Но дело просто в том, что уместным должно быть. Я согласен. Нужно прям сильно подобрать видео. Мы, конечно, выкладывали какой-то сервис с токовыми видосами, я уже не помню, какой. У меня 99 градусов у кулера было, поэтому это, к слову, о минусах. видео этих бэкграундов, они батареи садят как досвидос. Поэтому и больше скажу, они просто может все лагать нахрен из-за них. Ну да, у меня... Как у фрешлендинг, собственно, я как-то скроллю, у меня в хроме тут до свидания вообще. А, ну я уже ушел оттуда. В общем... Сейчас попробую поскролить. Мы, короче говоря, с Никитой тоже против. Не, у меня не тормозит при скролинге, кроме шуток. Да, да. Поэтому, Саня, если ты будешь показывать начальству, ставить нашу запись, то мы против. И повысите зарплату Саня, please. Да, мы против начальства, но за Саню. Мы против начальства. Есть, конечно, моменты, когда нормально это все реализуется. Я даже скинул Саня же статью от Дэвида Уолша, с которой я, по-моему, поделюсь когда-то. Ну там злой код уже надо писать. Это не то, что там просто что-то какие-то коросявки. Да, да. Чтобы нормально подгружалось, чтобы ничего не лагало, нормально это все было. И, возможно, даже меньше ресурсов жало. То есть, бэкграунд видео надо делать настолько с умом и настолько нанишевые какие-то вещи, что лучше уже и не делать. На хипстерский, возможно? Да. Окей. И последняя тема из наших слушателей, слушабельных, хотел сказать, про отношения к видеоиграм. И тут я проснулся. Так. Господин Поул нам пишет, прокомментировал. Расскажите, пожалуйста, о своих отношениях с видеоиграми. Тут, заметь, я зачитываю. Тут я просто... Согласна, это нельзя не зачитать. Досконально. Прекрасно. У меня они слишком тёплые. Ну, в смысле, отношения с видеоиграми. И я всё никак не решусь порвать с ними и полюбить веб всеми силами. В общем, сколько играете? Во что играете? Зачем играете? Что привлекает в играх больше всего? Скорее всего, я не туда попал. Мда. И в ответе в эфире отличный вопрос. Ты га... Ха-ха. Вот такой вот Пол. Я, на самом деле, ответом к этому ко всему у нас, у нас, во-первых, есть канал УВД Геймс. Наверняка, не все ещё знают. Может быть, так стало, что не все, но у нас на её дизайне, даже вот у меня вот сейчас закрыто, два баннера, и оба как раз про УВД Геймс. Да. И это канал, на который записывается летсплей, и, возможно, будет там что-то большее. И даже у нас был эксперимент записать такие небольшие диалоги про вселенную Варкрафт, и он даже, в принципе, я считаю, удался. Я считаю, это прям, это очень круто было. Да, да, поэтому господин Пол, обязательно обратите внимание, я понимаю, что, возможно, там контент такой узконаправленный, потому что там такие прям прохождения-прохождения. Ну, пока. Пока. А может быть, он будет другой. Да. Мы же не знаем. Да. Но вообще, конечно, не всегда удается поиграть столько, сколько хочется. Это к его вопросу полюбить веб всеми силами. То есть, чтобы что-то делать, надо что-то другое не делать, опять же, потому что времени на все не хватает. Да, поэтому я не знаю. Если я часа два в неделю играю, то это еще хорошо. Но ты в основном сейчас в WoW играешь, да? Да я давно уже, я в него месяц уже не играл. А. Это я делал. Он у меня как бы есть. Вот все, что я играю, все на ВД Геймсе есть, кроме Вовки. Но Вовку я последний, вот вообще, в Тыквовин я последний раз играл. А он начался еще в середине сентября. Отлично. Короче говоря, давно это все было, и что-то как-то пока некогда, и вообще. Поэтому тут надо, да, я видимо полюбил веб всеми силами. И новое объяснение не нахожу. Ты вот, Никита, Аркхам что-то там прошел? Ну, я прошел, последний я прошел Бэтмена Аркхамнайта, да, это последний Бэтмен, который, короче, делали именно Rocksteady, вот эти чуваки, которые именно крутого Бэтмена делают. Причем, точнее, последний проект у них будет типа VR, ну, все сейчас делают VR, поэтому они делают Бэтмен VR, типа. Вот, я, короче, кинул Hearthstone на моменте, когда вышел Каражан, вообще, я даже не играл в Каражан, я вилл там вилки, ложки, короче, именно карты вилок, ложек. А почему, кстати? Я не знаю, он меня так задолбал просто, там еще нужно полностью все приключения открыть нормально, чтобы вообще нормально играть с нормальными ребятами, то есть, все карты открыть, а это, соответственно, надо или покупать, или копить опять, короче, голду, ну, это, в общем, такое. Ну, короче, как-то не сильно это казуально оказалось. Ну, как бы, не, я год проиграл, то есть, год наказуалил, но сейчас уже все, то есть, я не уверен, вот напишите в комментариях, кто вообще играет, там, вот есть чуваки, которые играют, там, с самого первого дополнения, там, или с самого начала, допустим, есть такие чуваки, но их вообще мало осталось, напишите в комментариях, я уверен, многие люди кинули это все дело, потому что, ну, в онлайн игру играть больше года можно, но, как бы, не с таким геймплеем, так скажем. Вот. А, что еще? Что еще? Я, кстати, прошел, я купил себе Бэтмена от Telltale, это чуваки, которые делают такую хрень, как, типа, такие квесты, практически кинцо посмотреть, то есть нажимаешь влево, вправо, вниз вверх, Фаренгейт стиль. Да, Фаренгейт стиль, вот Telltale, они делают такую хрень, они делали целую серию, точнее, я не знаю, целую серию или нет, но они сделали Walking Dead, по Walking Dead, его сейчас по Бэтмену сделали, я купил, и причем эта хрень выходит эпизодами, к сожалению, к сожалению, эпизоды очень маленькие, то есть это проходится за 30 минут, за час, то есть ты просто сел напряженно и прошел, за час, ну, там по классике принимаешь решение, кого убить, кого оставить, вышло всего и 2 эпизода, я вообще просто за 3 часа прошел, и теперь жду еще 3 эпизода откроются, короче говоря, еще это месяц, доплачивать-то не надо, не надо, не надо, просто season's pass, да, season's pass за 400 рублей, все, вот такая тема, вот так, поговорили, короче, еще к этому ко всему надо сказать, скорее всего, у нас все-таки будут стримы по играм, но не скорее всего, это вот прям стопудово, потому что мы можем заказать, вопрос просто времени, да, вопрос времени, заказали камеру, а, я думал мы уже эту заказали, а медиа про, ну и эту тоже надо, да, вот такая история, поэтому пол, и все, кто ему сопереживают, и нам, да, вы, короче, на УВД Геймс, и на нас подписывайтесь, на ютюбе, и не пропустите, где-нибудь там как-то это все будет, да, переходим к обойке, обойка, у нас там что-то было супер зафотошопленное, а, окей, окей, тут, слушай, ну, подкаст, это скорее всего, я думаю, что это, знаешь, я сейчас буду нестандартно, а подкаст это облака, короче, так, а чувак, который идет, это слушатель, и он такой идет, и вокруг него, скоро, скоро, вот видишь, там темные, ну, как бы там не темные облака, окей, это как бы, типа земля, но скоро, скоро пойдет дождь, и он полностью будет как бы лить, конечно, он на слушателя, возможно, не попадет, но на что-то попадет, не попадет, там, как бы, как кто любит, Кто-то идет без зонта, например Кто-то любит просто под дождем гулять Есть кто в капюшонах ходит Так что тут У меня две версии Первый подкаст за углом, а это пол идет Задавать нам вопрос А второй подкаст это зонтик И он укрывает наших слушателей Ну то, что человек это слушатель без вопросов Укрывает наших слушателей От повседневности И как-то вот позволяет Немножечко Clear sight Как по-русски Видеть спокойно, без капелек Мир перед собой хотя бы Да, да, может быть Разобраться в этом всем бушующем потоке Ладно, бушующий поток Будем прерываться на недельку Ты имеешь в виду Как там, 7 дней? Как там говорит Якубович? Дай вам бух на эти коротенькие 7 дней Так он и говорит Так у нас, собственно, на сайте все еще и написано Во всех этих подкастах Подписывайтесь на соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюс На Телеграм-канал подписывайтесь И просите у меня в личке ссылку на Телеграм-чатик Ставьте нам лайки и дизлайки на Ютубе Пишите комментарии В Айтюнсе ставьте звездочки Пишите отзывы И подписывайтесь на ВДГеймс тоже Скоро, скоро будет везде жара То есть теплые зимние вечера Они обещают быть все-таки теплыми Да В компании хороших людей Поэтому не скучайте Stay safe Drive safely Да, и через неделю увидимся С вами были Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачного всем дня Пока Пока